Друзья, ну что, вечер добрый. Мы наконец начинаем практически без опозданий. Меня попросили мои коллеги из маркетинга воспользоваться тем, что у нас сегодня такая прекрасная аудитория, и прорекламировать наш чудесный канал «Единорог». Там много разных полезных новостей про стартапы, о стартапах и для стартапов, поэтому, пожалуйста, вот прошу, найдите и сделайте конверсию для моих коллег из маркетинга. Но это на самом деле минута шутки. Если говорить о серьезном, то сегодня все мы с вами собрались на прекрасном мероприятии, которое мы делаем вместе и для коллег, для наших давних и хороших партнеров из компании Bayer. Прежде чем говорить про программу и мою презентацию, которая расскажет о том, какие мы и коллеги из Bayer даем возможности для стартапов, я хочу, знаете, немножко минутка лирики, минутка истории. Мы с коллегами из Bayer познакомились, вот Григорий сидит здесь на первом ряду, уже больше трех лет назад, да, и 2015 год, вот Григорий мне подсказывает, кажется, что вот очень давно, а времени вроде не так уж много и прошло, да, мы не сильно поменялись. И коллеги из Bayer уже тогда доверили нам выступать их партнером для их первого набора в акселератор Grants for Apps, который они открывали вместе с генеральным директором из Берлина. Там было большое, большое такое мощное открытие, и мы помогали набирать первую, ну и в общем и последующие воронки в акселератор, в инкубатор для коллег, поэтому мне очень радостно, что мы продолжаем эту отличную традицию сотрудничества. И сегодня у нас с вами не просто какой-то, знаете, рекламный ивент, а вот все придите, послушайте, какая замечательная компания Bayer. У нас с вами очень классный, контентный, замечательный ивент, который, с одной стороны, позволит вам услышать про кейсы в одной из, наверное, самых закрытых и непростых областей и отраслей, а конкретно в фарме, которые честно расскажут, по возможности открыто, я надеюсь, как же они работают со стартапами и с инновациями, что им это стоит, что это стоит стартапам, которые к ним приходят. И на самом деле там, да, вот я не буду лукавить, из той статистики, которая есть у нас, у коллег из Bayer, наверное, самая такая прогрессивная история в этом направлении. Как минимум, они делают это дольше всех остальных. Сейчас вот к вам уже подтягиваются коллеги из других компаний, и мы с ними тоже общаемся, но вы такие вот главные первопроходцы, да, и у вас сегодня есть кейсы, которые вы обязательно расскажете в паблик, которыми вы поделитесь, да, что не просто вот мы это делали, а зачем мы это делали, и что мы в итоге получили в результате. Друзья, у всех у вас есть, наверное, программки, которые вы или получили, или точно видели, и вы увидели, что у нас сегодня очень интенсивная программа, которая включает в себя на самом деле три блока. Блок первый – это интер-коллег из компании Bayer и их рассказ про кейсы о том, как они работают со стартапами. Блок второй – это такая дискуссионная панель, где мой коллега Алексей Гриненко, как инвестиционный менеджер фри, в том числе поднимет тоже ряд проблемных и интересных вопросов, как по направлению фармы, так и в части Digital Health, так и по направлению агро, потому что у Bayer же такой непростой двойной фокус. Тут тебе и агро, тут тебе и фарма, такая интересная история. Ну и третье, ради чего, в общем, я думаю, многие из вас здесь собрались, мы послушаем пичи. У нас сейчас топ-8 или топ-9 проектов, мы получаем звонки, что люди начинают заболевать буквально на подходе к нам, поэтому берегите себя. Надеюсь, после нашего сегодняшнего ивента никто не заболеет, Bayer с нами. Поэтому, друзья, сегодня в финале у нас будут пичи, которые коллеги из Bayer обязательно послушают. Они смотрят конкретно проекты, которые они пригласят либо в свою программу Grants for Apps, либо сделают еще какие-то интересные предложения для дальнейшего сотрудничества. Также сегодня у нас в зале представители инвестиционных фондов, помимо фри, то есть коллеги в том числе тоже присматриваются к стартапам по этой тематике, и по тематике агро, и по тематике Digital Health. Поэтому у нас сегодня такая консистенция всего полезного в этом зале. Я думаю, что люди еще будут подтягиваться. Шесть часов достаточно раннее время для стартапов. Поэтому, думаю, у нас будет больше. Ну и хочу начать эту программу с такой минутки рекламы. Я уже рассказала о том, что у нас есть долгий путь и длинное сотрудничество с коллегами из Bayer. Но на самом деле для тех стартапов, которые вдруг не знают, что еще фри взаимодействуют с корпорациями, мы действительно уже на протяжении почти трех лет достаточно тесно работаем с коллегами из разных сфер. И основная наша задача на протяжении всех этих лет помогать корпорациям эффективно взаимодействовать со стартапами. Сейчас, конечно, у нас уже много веток. Мы работаем и с тематикой внутренних инноваций, им делаем много чего еще, но фокус по-прежнему главный. Мы помогаем корпорациям в части образования, понимания, как запускать пилоты, и много чего еще, поиска разных механизмов, как им, наконец, с такими маленькими инновационными компаниями научиться работать. Если мы говорим про стартапы, то, друзья, акселератор фри — это, конечно, классно, но он тоже внутри состоит аж целых из четырех программ. И у нас есть, как в хорошем ресторане, есть меню для вегетарианцев, есть меню для кто-то на совсем какой-нибудь новой модной диете. То же самое и здесь. У нас есть разные формы программ акселерации, которые мы предлагаем разным проектам, в зависимости от того, на какой точке они сейчас находятся. Начиная от самых маленьких — это мастерская стартап-родаж, которая раньше долго была известна во фри как заочный акселератор. И заканчивая программой фри-экзекьютив, это когда наши топовые эксперты, как я хожу в салоны красоты, там очень говорят топ-мастер, вот наши топ-мастера, они работают непосредственно уже с большими компаниями. Когда вы реально подросли, вы понимаете, что нужно бежать, что нужно масштабировать свой бизнес, но иногда не хватает фокуса, не хватает какого-то взгляда со стороны, и в конце концов не всегда хватает знаний. И вот наши ребята умеют отлично с этим работать. Снова возвращаясь к тематике корпораций, вот примерный срез того, как мы во фри сейчас работаем с бизнесом. Повторюсь, наша цель в конечном итоге сводится к тому, чтобы научить бизнес эффективно работать с инновациями, чтобы он отошел от тематики, не знаю, пиара, и просто там походить на конференции, пообщаться и с кем-то там просто поговорить до того, а как мне запустить эту конкретную работу с этим проектом и в этом направлении. Поэтому мы успешно в этом работаем, и у нас есть уже реальные кейсы. Кому интересно, с удовольствием расскажу подробнее. Одним из таких инструментов был и пока еще остается корпоративный акселератор. Вот я буквально час назад вернулась из Сколково, где мы вместе с коллегами из Сколково запускали такой акселератор для коллег из строительной отрасли, там Донстрой и еще ряд партнеров. И в целом это говорит о том, что почти все отрасли, такие даже сложные, непростые, близкие к промышленности, они постепенно начинают эффективно пытаться взаимодействовать со стартапами, чему наша работа и работа коллег из других институтов развития и фондов, она крайне способствует. То, о чем я вам говорила, как мы работаем со стартапами и с корпорациями, в конечном итоге приводит как минимум к пилотным проектам. Это тот первый шаг, который бизнес может себе позволить, работая с доселе неизвестным ему стартапом. Это значит, что это вот такой первый шажок, это первый проект, в рамках которого бизнес может потратить силы и время, проинвестировать немножко денег, чтобы понять, насколько ваш сервис или технология для него работает. Ну и в финале моего выступления я хочу теперь уже конкретно прорекламировать программу, которую коллеги из Байера проводят уже четвертый год, Григорий же, да? Четвертый год, да. И я думаю, что коллеги прошли долгий путь, и по сравнению с теми проектами, которые были там в самом первом наборе, в наборе номер четыре, я думаю, что уже будут такие зрелые компании, больше зубры, которые не просто будут там делать customer development с бизнес-заказчиками, но еще и смогут эффективно, возможно, может быть, даже запилотировать свои решения, не только пробиться в немецкую программу, в глобальную, но и, возможно, попилотировать какие-то свои решения в российском офисе. По крайней мере, будем на это надеяться. Друзья, это был короткий спич мой, и сейчас я бы хотела пригласить на эту сцену, да, вот это была мотивационная штука, но я ее оставлю. Я хотела бы пригласить на эту сцену бренд-менеджера компании Bayer Pharmaceuticals Алену Курбацкую, которая расскажет, как Bayer работает со стартапами из сферы Digital Health на примере стартапа Капсула. Алена, прошу. Спасибо, Ирина. Ну что ж, расскажу очень интересную историю о том, как компания Bayer, в частности, отдел, которым я работаю, женское здоровье, ланчевал такую инициативу, да, инициатива очень интересная, но немножко как бы расскажу о нашем бизнесе женское здоровье, что это такое, и чем мы занимаемся. Наверняка вы знаете, да, или нет? Кто-то знает, чем занимается женское здоровье компании Bayer? А, не знаете. Значит, мы предлагаем огромный спектр, на самом деле, продуктов для женщины от репродуктивного периода до зрелого возраста. Большую, как бы, львиная доля этих препаратов занимает, конечно, оральные контрацептивы, и заместительная гормональная терапия, и плюс еще лечение эндометриоза. Мы каждый день делаем женщин счастливыми. На самом деле, потому что мы даем им возможность выбрать то время, когда она захочет стать, например, мамой, да, либо сохранить качество жизни во время какого-то периода, который вот такой переходный именно, да, когда необходимо, может быть, подкрепить там организм гормонами. Поэтому, с одной стороны, мы действительно уже давно на рынке, мы очень зрелые, у нас много этих препаратов, и мы давно-давно завоевали доверие, врачебное доверие. У нас много женщин, которые действительно счастливы, но есть такие моменты, понимаете, мы говорим, что любая фармкомпания, она действует на самом деле традиционно в продвижении своих препаратов, да, промоции. Ни для кого не секрет, да, что медицинский представитель это ключевой человек, ключевой, может быть, такой, не очень хорошее слово, инструмент, но в данном случае я могу его сказать, который может донести информацию врачу. И доносить есть что, понимаете, потому что у нас препараты действительно качественные, оригинальные, основаны на доказательной базе, но с этой стороны, да, вот традиционно, все все это делают, все фармкомпании. С другой стороны, у нас что есть? У нас есть реальность, а реальность на самом деле связана с цифровизацией, которая, в принципе, сейчас входит в разные, в разные сферы жизни. Даже в сельском хозяйстве есть уже пчелы электронные, которые мед добывают, понимаете, тоже интересно. Вот, но в том числе, вот, понимаете, нам интересно именно технологии в здравоохранении, что на самом деле, да, американский робот-да-винч уже делает операции. Телемедицина, телемедицина, закон о телемедицине уже вышел в январе 2018 года, то есть уже государство начало задумываться о том, что возможны такие перемены. Посмотрите, пожалуйста, на себя даже посмотрите. Мы же каждую информацию гуглим с вами. Мы пошли к врачу, мы перепроверили его, да, мы обратились к другому врачу, специалисту. У нас очень много на самом деле сейчас инструментов. И что получается? Получается то, что женщина на самом деле выбирает, но я больше говорю сейчас про женщину, потому что женское здоровье, да, выбирает, к какому врачу пойти. Она выбирает, какой препарат ей пить. Она советуется и запрашивает первое, второе, третье мнение. То есть модель изменилась, понимаете? И мы как компания, как отдел женского здоровья и вообще как бизнес, мы не можем это просто проигнорировать. Потому что есть стандарты какие-то, к которым мы привыкли, а есть инновационные вещи. И вот мы сделали такой один из партнерских проектов со стартапом «Капсулы». Вот Александр здесь, можно его приветствовать. Александр, встаньте, пожалуйста, да, если вдруг. Вообще молодцы, ребята, большие-большие молодцы. Теперь много знают о женском здоровье, да? О женском здоровье, я думаю, да. Теперь уже Саша может проконсультировать и маму, и тетю, и девушку, да, и сестру, наверное, если точно, да. С одной стороны, у нас есть вот платформа, это smartcontraception.ru, smartcontraception.ru, это именно платформа, которую мы называем платформа доверия. Это платформа компании Bayer. Мы очень много там пишем какой-то информации, да. Там действительно женщины приходят, 300 тысяч женщин у нас в этом году к нам пришли. И мы сделали такую инициативу, потому что нам очень интересно понимать, вот что женщина думает и вообще, как она действует в интернете, какие вопросы она задает. Потому что это великолепный инструмент, потому что маркетологи, они всегда изучают потребности своих клиентов. И в данном случае для нас это был идеальный инструмент для того, чтобы изучить потребности наших женщин. Самое интересное то, что контрацепция, понимаете, этот вопрос, он достаточно интимный, и очень такой до сих пор как бы женщины не приходят с одним вопросом к врачу. А куда они приходят? Они приходят в интернет. Вот такую вот связь мы сделали. В принципе, вот если механически, то очень просто. Механика простая. Сделать кнопку на нашей странице, задать вопрос врачу, и мы переходим на нашего партнера, где врачи могут дать рекомендации либо ответить на какие-то вопросы, которые на данный момент интересуют женщину. Вот такая инициатива. Что мы получили? Мы получили интересные запросы и результаты. В основном женщина, конечно, гуглит информацию о том, «Не беременна ли я?» Интересно. Особенно очень интересный такой вопрос – процент беременности. То есть непонятно, что она будет делать, если она 10% беременна. Помогите подобрать таблетку. Боль внизу живота. Экстренная контрацепция – тоже достаточно частый вопрос. Мне врач назначил такой-то препарат. Боюсь пить, там гормоны. Предлагаю небольшую диаграмму. Это первый такой анализ. Что врачи на данном этапе, как прошла их онлайн-беседа. Даны общие рекомендации по методам контрацепции. Назначено доп. обследование. И рекомендована запись на прием к врачу. Женщины удовлетворены данным сервисом. Они предпочитают формат чата. Оценивают онлайн-беседу в среднем 4,9 балла. И готовы рекомендовать друзьям. Что это нам дает в дальнейшем? Ну, как маркетологам. Что мы будем делать с этой информацией дальше? А дальше мы сядем с капсулой за круглый стол и будем анализировать ответы. Будем анализировать и смотреть, как мы это будем дальше вообще развивать. Потому что мы ланчевали этот проект год назад. И сейчас нам нужно понять, что нам это в дальнейшем принесет. Ну и, конечно, я на самом деле хотела с таким посылом выйти. Потому что инновации все. Это интересно, это классно. Всегда приходят с новыми идеями. Идей много. Высокая вовлеченность всегда. Потому что молодые, очень много энтузиазма. Желание расти вместе с компанией есть. Но я вам могу сказать, что не всегда вы соизмеряете какие-то свои силы. Понимаете? Подумайте об этом. То есть не беритесь за все сразу. Рассчитывайте свои силы. Откройте мир бизнесу. Потому что если вы откроете мир бизнесу, которым изучите его, для того, чтобы прийти в бизнес-компанию, либо в отдел, изучите, чем он живет, чем она живет, вообще эта сфера. И потом только предлагайте что-то. Потому что мы действительно сидим, традиционные менеджеры, что-то делают традиционно. Очень много процедур в компании, которые, ну, просто мы завалены ими. А если вы нам откроете мир, да еще это все пропишите, шаг за шагом, и еще если покажете какую-то пользу, понимаете, бизнесу, вот это вот будет просто вау. Я сейчас хочу сказать, уже все заканчиваю. Это последний слайд, такой вот посыл. Всегда анализируйте то, что вы делаете. Постоянно ставьте под сомнение то, что вы делаете. Никогда не думайте, что вот я уже достиг, все, можно уже почивать на лаврах. Нет. Вот анализируйте, анализируйте, анализируйте. Вот. Я желаю вам всем удачи. Если есть вопросы, наверное, это будет уже... Это будет уже попозже. Это уже будет попозже. Да. Спасибо большое, Алена. Друзья, спасибо большое, Алене, за выступление. Я хочу еще дать короткую ремарку и рассказать о том, что вот стартап-капсула — это ребята, которые были созданы, мне кажется, тоже уже года три назад. Они прошли нашу акселерацию. Они были... Григорий, во втором наборе они были акселератора, по-моему, да? Капсула. В первом наборе, да. Капсула была в первом наборе программы Bayer, и вот они уже запустили пилот. Но, в общем, для фармы это не так и долго. И что можно вообще, какой вывод можно сделать из выступления Алены какую-то ключевую информацию? Важно то, что была конкретная боль у конкретного бизнес-заказчика внутри подразделения. Им нужно было понять, как вот в этом направлении, конкретно там, в направлении женского здоровья, как им научиться там... Ну, по сути, коллеги тестировали те или иные бизнес-гипотезы. И, собственно, сервис выступил, который помогал им в качестве такого неформального общения с врачом, в качестве такого третьего мнения, он просто помог решить им конкретную бизнес-задачу. То есть нашли боль, нашли проблему, было решение, и вот сделали кейс. То есть вот конкретный пример. Не просто мы там готовы сделать все, что угодно для Bayer, мы решаем конкретную проблематику. Отлично. И продолжая нашу сегодняшнюю программу, вот коллеги из Bayer расскажут уже с точки зрения бизнеса, каким образом можно интегрировать стартап в корпорацию, также на примере вот кейса Капсула. Яна Корзун, старший менеджер по цифровому маркетингу, и Ольга Бакашина, руководитель группы по разработке стратегии продвижения для специалистов здравоохранения. Ура! Выговорила практически без запинки. Коллеги. Спасибо. Так, прошу. Спасибо большое. Можно чуть дальше? Да, всем добрый вечер. У нас вдвоем иступление, но, наверное, начну я, и дальше слово передам Яне. Я бы хотела в первую очередь поприветствовать всех, потому что действительно классные идеи, это здорово, и рассказать, зачем в принципе Bayer'у нужны такие примеры сотрудничества. У нас, вообще, наш девиз это наука для лучшей жизни, и мы действительно стремимся сделать жизнь наших пациентов лучше. Безусловно, мы бизнес, и у нас есть портфель брендов, я сейчас представляю безрецептурные препараты, одни больше, другие меньше, у нас, конечно, есть свои приоритетные зоны, но каждый раз, когда мы можем помочь или потребителю с помощью новых технологий, сделать его жизнь проще, конкретно пациенту, или мы можем помочь врачу лучше, помогать пациентам, нам это всегда очень интересно, потому что мы здесь видим большое будущее. Поэтому я хочу сказать, что, наверное, со своей стороны у нас, безусловно, были идеи, у нас был классный проект Semantic Hub, мы его делали для аллергии, и она сегодня расскажет про капсулу. У нас, в принципе, есть не только из стартапов интересные технологические истории, поэтому я могу сказать, что я сюда пришла с максимально открытым горизонтом, и мне хочется посмотреть все и найти те интересные идеи, которые подойдут в наш широкий портфель. Я всем желаю удачи на этом и передаю слово Яне. Спасибо. Яна Коржун, я старший диджитал менеджер компании Bayer безрецептурного подразделения. Я буду рассказывать кейс бренда Elevit совместно с телемедицинским приложением капсула. на самом деле немного волнуюсь, потому что не хочется сказать чего-нибудь лишнего. У нас много секретиков очень в проекте и таких фишечек, которые мы сейчас тестируем, пробуем, делаем и хотим посмотреть, что из этого получится. Но такое некое overview я все-таки хочу рассказать. Немножечко тоже пару слов расскажу про капсулу. Это телемедицинское приложение, это даже, наверное, такая диджитал-платформа, которая объединяет врача, объединяет пациента и позволяет давать консультации онлайн и, соответственно, со стороны пользователя получать эти консультации. Мы видим, что пользователи очень активны в приложении капсула. Там порядка уже около 100 тысяч пациентов, там около 5 тысяч врачей. И для нас этот проект он такой как бы вход в интересную для нас новую категорию. То есть мы с телемедицины, это был наш первый проект. И мы как бы видим, что этот рынок развивается, мы видим, что бренды пока не очень активно в нем присутствуют, потому что, не знаю, боятся, наверное, может быть. И для нас это было отличной возможностью сделать такой вместе интегрированный проект и сделать этот проект не только на аудиторию врача, но и потребителя, потому что там, соответственно, сразу две аудитории. Соответственно, в первую самую очередь я продолжу то, что говорила Алена. Мы провели ресерч, мы поняли, о чем, зачем же приходит наш потребитель на капсулу, что он там хочет получить, что он там хочет узнать, о чем его страдания, в чем его инсайт. И действительно, беременная женщина, которая, соответственно, наша целевая аудитория, потому что левит — это препарат для беременных, она очень такая тревожная, она использует разные каналы, разные приложения, порталы, форумы, пытается вообще попробовать везде получить информацию, которая так или иначе ей поможет. Кроме того, мы, помимо того, чтобы найти какие-то инсайты внутри приложения, мы также понимали, что у нас ланч, мы ланчевали новую линейку, и нам было очень важно поработать также с аудиторией врачей с той точки зрения, чтобы рассказать им про этот ланч, обучить их, как бы, в чем суть нашей линейки, для чего каждый препарат линейки, и, соответственно, дальше уже, чтобы они несли эту информацию в массы, соответственно, нашему потребителю, нашей женщине. Мы использовали разные инструменты в проекте, продолжаем их использовать, и это тоже очень круто, то, что, опять же, подтверждает, что платформа капсул, она очень инновационная и прогрессивная, там есть и смарт-алгоритмы, которые позволяют считывать QR-код, штрих-код, там, с пачки, там есть функция чат-бот, которая очень удобно женщина может подключить и получать какую-то информацию о своем здоровье, и, кроме того, там есть возможность сделать опросы, то есть, соответственно, опрашивать врачей по итогам консультации. В чем же, собственно, основные преимущества, здесь, как бы, кратко я уже, на самом деле, сказала, для пациента это возможность получить третье мнение, узнать третье мнение врача, получить консультацию, получить какой-то субпорт, какой-то контент, возможно, интересный для врача, это возможность, соответственно, найти каких-то новых пациентов, возможность вот дополнительно взаимодействовать с ними через приложение. Я на правах модератора, знаете, хочу вас попросить все-таки в нашем ограниченном тайминге сфокусироваться больше все-таки, а как стартапам, вот на примере капсула, поработать-то с вами, потому что какой капсул замечательный, кажется, мы все услышали, а вот нам важна именно вот эта система интеграции, да, то есть, как вы это делали, с учетом того, что у нас примерно 5 минут базового тайминга, очень хочется, чтобы вы про это обязательно рассказали. Хорошо, да, на самом деле достаточно все просто, у нас коллеги из женского здоровья на тот момент, когда мы уже с коллегами стали работать, у них уже был пилот, поэтому для нас точка входа была максимально простой. Мы понимали, что у платформы есть все технологичные элементы, которые мы хотим попробовать для взаимодействия с нашей аудиторией. Мы хотели получить какие-то инсайты, для этого мы провели внутри приложения маркетингового исследования, поняли, что хочет наша аудитория. Второе, мы подключили чат-боты, мы позволили нашей, позволили аудитории получить какую-то useful информацию, какой-то интересный контент. А документально вы долго это проводили? Потому что мне кажется, что большинству стартапов интересно в том числе это, если это можно рассказать, конечно. я опять же повторю слова своей коллеги Алены, все новое делать долго и делать непросто, но если говорить про сроки, то это, наверное, где-то порядка полгода мы как бы сетапили весь проект. Ну, не быстро, но и не критично. То есть из серии, правильно я понимаю, что стартапы могут на примере истории с кейсом капсула, понимая, что когда у компании есть внутренний бизнес-заказчик, который заинтересован потестировать то или иное решение, то теоретически в эти сроки можно попробовать это сделать. Или это нерелевантный кейс? Вы имеете в виду сроки? Ну, того, чтобы запустить там пилот или что-то такое, согласовать эту всю историю. Тут надо понимать задачи бизнеса, понимать наш портфель. У нас там 10 активных брендов в портфеле безрецептурных. И, конечно, здесь ключевой элемент в принятии решения сотрудничества с капсулой было то, что этот проект подходит целям, которые мы хотели решить, которые были поставлены перед нами с точки зрения стратегии. Друзья, тогда вот дополняя немножко выступление коллеги, смотрите, два важных момента. Есть бизнес-заказчик и была понятная боль. Поэтому, собственно, интеграция произошла там за достаточно для фармы не очень длительные сроки. И, в общем, был понятный value. Спасибо большое. Да. Я, наверное, дальше еще кратко расскажу. У меня есть немного слайдов про то, как мы доставали инсайты, что мы получили. Но я так понимаю, что мы сейчас немножко их свитчим. Скипнем, точнее. Я, наверное, перейду тогда сразу к слайду с какими-то лернингами, с какими-то рекомендациями. На самом деле мы не ожидали, что сотрудничество нам поможет очень в разных аспектах для решения наших задач. Мы, например, вычленили, что около 60% докторов, они, в принципе, не назначают витамины. Мы какие-то поняли для себя, как для бизнеса, точки входа, где мы можем каким-то образом повлиять на поведение врача или на поведение потребителя, как-то попробовать его изменить. И это, естественно, нам очень помогает в дальнейшем простраивать нашу всю коммуникацию. И кроме того, что еще очень здорово, что мы, когда начинали проект, об этом не думали, но в процессе мы поняли, как мы можем интегрировать это приложение с другими нашими активностями, то есть со спецпроектами, с какой-то большой нашей медийной поддержкой и с е-коммерсом в том числе. То есть инсайтов довольно много и вот начиная проект, мы о многом даже не думали, что у нас в итоге получится сделать очень большую историю. Вот, наверное, так. Супер. А какие могут быть рекомендации для стартапов? Потому что наша задача, в том числе сегодняшнего мероприятия, это чтобы коллеги поняли, да, какую ценность они должны вам нести и что вы для себя видите вот именно в качестве рекомендации. Не знаю, там, давайте нам это, да, спрашивайте нас про это, да, то есть вот важно. То есть как сделать это сотрудничество максимально эффективным? Что вы поняли, вот на примере кейса с капсулой? Ну вот смотрите, у нас как бы основная задача это нести вэлью, да, то есть нести вэлью потребителю и нести вэлью для бизнеса. Если есть какое-то решение, которое позволяет решить эту задачу, то велкам. Пожалуйста, мы открыты, мы готовы делать какие-то интересные проекты, пилоты, у нас очень такая многофункциональная команда, которая разные дивизионы включает, поэтому здесь мы открыты. И, наверное, одним из таких инструментов как раз является вот в том числе программа Grands for Apps, которая вот запущена тоже там как каналы, которые ей занимаются. Абсолютно точно, потому что мы с коллегами активно подключаемся в тот момент, когда стартапы находятся у нас вот в офисе вот в этот самый период, когда у них идет активная разработка, мы с коллегами подключаемся, мы активно консультируем и шерим какую-то экспертизу, отвечаем на вообще на все любые вопросы. Так что… Супер. Спасибо большое, Яна. Спасибо. Мне кажется, это был очень ценный и полезный контент, друзья. Спасибо. Я буду делать такие короткие ремарки для того, чтобы это было полезно в первую очередь стартапам, потому что компания Bayer сама про себя знает достаточно много. Друзья, что мы услышали из этого конкретного кейса капсулы, из взглядов разных бизнес-заказчиков, оно на самом деле все сводится к одному. Оно сводится к тому, что когда вы приходите в конкретную компанию, вы должны понимать про нее несколько вещей. Первое. Какие на текущий момент у нее есть более запросы? Изучите нас. Вот у Алены был крик души буквально. Вторая история. Вы должны понимать, в кого стучаться. И сегодня здесь присутствуют правильные люди, которые рулят инновациями и являются в том числе бизнес-заказчиками. И третье. Вы должны очень четко понимать то value, которое вы несете коллегам. Не просто мы классные технологии и делаем вот это, потому что этого еще нет в мире. Вы должны конкретно понимать, как компании Bayer эта технология поможет решить ту или иную задачу. Возможно, даже если компания об этом еще не задумывается. Ну и в продолжении нашего мероприятия хочу передать слово следующему спикеру Григорию Колесникову, IT-бизнес-партнеру Bayer. Я человек, который начинал все это движение в компании, был таким пионером. Сейчас Григорий уже в другой должности, более солиден, но тем не менее также близок к инновациям. Поэтому, Григорий, вам слово. И кликер. Спасибо. Мне очень приятно, что сегодня о кейсах рассказывают конкретно коллеги из бизнеса, а не я или Настя. Спасибо. Очень приятно видеть, что этих кейсов действительно много. Поэтому сегодняшний мой доклад для того, чтобы разнообразить сегодняшнее мероприятие. Я расскажу о том, как я в принципе вижу тренды, какие я наблюдаю, что мне интересно, что мне кажется уже достаточно зрелым. Пару слов о том, почему ФАР, я как представитель ФАР-компании буду об этом говорить, потому что у нас есть как раз акселератор Grands4Ups. И к вопросу о том, как максимально быстро сделать пилотный проект с нашей компанией, будь то сфера здоровья или агро, то вот подавайтесь на Grands4Ups. Это такая прямая дорожка для того, чтобы сделать не только пилот, но как видите, вполне реально рабочий контракт и даже не один. Касательно цифрового здравоохранения, это вот тот топик, который мне ближе всего, я бы задал вопрос, ждать нельзя действовать, вопрос, где мы поставим запятую. Хотел привести немного статистики, например, от компании Ipsos, действия пациентов, если врач назначил новые препараты. 30% сначала читают отзывы в интернете, еще 15% читают о поставленном диагнозе в интернете. И этот тренд растет. Основным источником информации о здравоохранении сейчас уже на втором месте является Google. Эти тренды нельзя не заметить. Также есть интернет-энциклопедия, например, Википедия. Частотность запросов по здоровью также крайне высока. По данным компании IKEA, число мобильных приложений растет, растет очень быстро. И надо отметить, что достаточно много приложений, которые на русском языке. Что мне особенно интересно отметить, то, что появляется растущий тренд по приложениям специфичных для определенного заболевания или женского здоровья. Это данные статисты 2015 года, которые подтверждаются также данными компании EQV. Вы можете увидеть слева, мне как представителю фарм-компании приятно видеть, что направление wellness management идет на понижающую, но при этом сервисы, которые предлагают решения для конкретных заболеваний, этот тренд растет. Я считаю, что это очень правильный тренд, который нужно ловить. Касательно тех приложений, которые связаны с непосредственным к каким-то состояниям здоровья, то я посчитал небольшую статистику, взял статистику из статисты, где лидирующая является психическое здоровье, потом диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нервная, эндокринная система. И также посчитал на основе двух ссылок, которые приведены слева и снизу, статистику по приложениям, которые были одобрены FDA. То есть лидирует кардиология, на втором месте диабет, дальше диагностика психического здоровья и какие-то остальные сервисы. Порядка 90 штук было заапрувлено в 2016-2017 годах. Также хотел бы отметить ту проблему, которую мы в рамках акселератора пытаемся решить вместе со стартапами, что 90% компаний терпят неудачу, так как идут от технологий, а не от потребности. И нет потребности как таковой, это 42% случаев. Вот вопрос, где найти потребность, как сформулировать гипотезу или где найти более мощный спрос, вот можно найти в нашем акселераторе. Хотел, это моя субъективная оценка, представление о том, какое состояние технологии есть. Есть много различных вариантов. Я, вот опять же, это мое субъективное представление, да, о том, где какая технология сейчас находится. давайте пойдем на, значит, единственное, с чем я не определился, это где находится телемедицина, я ее изобразил на кривое, мне кажется, она везде, в зависимости от того, какой конкретный смысл мы в нее вложим. Давайте посмотрим, я пускаю мониторинг диабета, здесь я не очень силен, это не наша специфическая область, в которой мы, как компания Байера работаем, и там очень много решений, там можно говорить, наверное, целый доклад. Вот, в кардиологии сейчас очень много решений, в том числе одобренных FDA, и что мне особенно приятно тоже видеть, что и активность в России достаточно высока. Мы даже еще в 2016 году видели очень много команд, которые предлагали так или иначе какие-то аналоги холтеровских мониторов и так далее. По женскому здоровью уже есть такая компания, как Natural Cycles, которая сертифицирована как единственное сертифицированное контрацептивное приложение. Очень интересный кейс, это кейс Peer TherapyX, это компания, которая одобрила свое решение в FDA, это цифровой сервис для повышения эффективности отказа от употребления нежелательных веществ, которое оказалось более эффективно, чем работа непосредственно с врачом. И у них есть целый пайплайн решений в различных отраслях и уже партнерские программы с большой фармой. Также уже выходит на плато продуктивности с моей точки зрения это виртуальные технологии. Недавно я начал углубляться в этот вопрос и оказалось, что там действительно, по крайней мере, в Европе точно очень много зрелых решений. Эти решения эффективны, эти решения пока что дорогостоящие. Можно найти решение для лечения различных заболеваний, облегчения болей, проведения медицинских тренингов и других. Я сейчас затрону несколько. Например, компания Fundamental Surgery мне очень запомнилась, я недавно изучал их сайт, медицинские тренажеры в виртуальной реальности. Это прекрасная область для стартапа. В России я не видел, честно говоря, хороших аналогов на таком же уровне. И стоимость решения достаточно высокая. Интерес, мне кажется, тоже достаточно высокий, чем не место для стартапа. Это несколько примеров есть на сайте, можете посмотреть. Действительно крайне интересные кейсы. Отмечу также, что в России я видел, я стараюсь приводить конкретные примеры, чтобы не быть голословным. Вот отмечаю компанию Intellect Innovacy. Мы с ними тоже общались, правда не нашли никаких вариантов в дальнейшем, но крайне интересная реабилитация после инсульта и травм. Интересное место на кривой ажиотажа это избавление от иллюзий. Мне кажется, я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что такие вещи, как фитнес-трекеры или персональные медицинские карты как раз сейчас находятся в той стадии, когда они пытаются найти себя. и тут такой разношерстный тренд на этом рынке. Кто-то растет, кто-то падает. Есть также приятно видеть, что есть решение отечественного производителя OneTrack. Посмотрим, почему производство фитнес-трекера на мой взгляд сложное. Может, это вообще сложный бизнес производства, поддержка и так далее. Низкая вовлеченность покупателей, 30% из которых отказываются первые 6 месяцев. Также непонятно, вот и я себе лично задаю вопрос, что если есть в кармане телефон, зачем нам еще один гаджет? Почему бы не использовать просто телефон? И также интересно заметить, что было два проведенного исследования, оба показали, что использование носимого устройства либо никак не влияет, либо даже немножко отрицательно влияет на потерю веса или физическую активность. Касательно медицинских карт, мне здесь тоже кажется, что пока конкретно технология по декорированной медицинской карты или какой бы еще другой, не нашла себя. Мы можем увидеть кейс Health World, который сейчас закрыт. Но почему это происходит? Здесь я соглашусь с Дмитрием Анатольевичем, что долговечнее, бумага или сервер? Не все просто, потому что если бумаги, которые ему дали в 98-м году, все еще живы, а компьютер, который он покупал в 98-м году, он уже не может открыть. И нужны универсальные носители, общий язык, над этим должно биться все человечество. Мне кажется, как только человечество начнет побеждать эту проблему, тогда и электронные медицинские карты найдут свое место значимое на рынке. Но пока, что мне кажется, что сами по себе электронные медицинские карты неинтересны, но интересны их более узкие приглотные аспекты. То есть, когда мы берем электронную медицинскую карту и придаем немножко более узкий смысл. Если это может быть онкологическая специфика, как, я не знаю, почитайте, кейс Flatiron, который был продан достаточно дорого, или использование медицинских больших данных для цели рекламы. Есть кейс у Mail.ru триггерная платформа или коллеги Semantic Hub тоже здесь сегодня. Можно использовать эти данные во благо пациентов. Это поиск пациентов клинических исследований или, в принципе, диалог между пациентами с одним заболеванием. Это телемедицинские сервисы, сервисы страхования, система поддержки принятия решений. Это более такая... То есть, электронные медицинские карты наполнены большим смыслом. Мне кажется, здесь они начинают выходить на такое плато уже продуктивности. Ну, несколько кейсов, да, касательно того, как вот эти электронные медицинские карты полезны в России док-док стартовал, и касательно трендов, да. Казалось бы, нет ничего такого, зайти на shop-dog-dog.ru, однако вот здесь, на страничке продуктов, вы можете увидеть, по сути, отмеченные тренды, потому что белым отмечены те сервисы, которые уже на рынке, а серым те, которые в пайплайне, которые будут запущены. Так вы получаете инсайт. Вполне, на мой взгляд, достоверный источник. Ну, также НТС и МИДСи запустили платформы развития цифровой медицины. Тоже важный, значимый, и, мне кажется, очень синергичный для сотового оператора и медицинской компании кейс. Ну, я не могу не отметить, конечно, наших выпускников, компанию Капсула, компанию Бездоктор. О, хайп. Чат-боты, виртуальные ассистенты, большие данные, искусственный интеллект. Ну, здесь все сложно, поэтому данная презентация, она предназначена не только для сегодняшнего доклада, но также, когда материалы распространятся, посмотрите, это карта искусственного интеллекта, в медицине. Я отметил красным те зоны, которые потенциально, на мой взгляд, интересны фармкомпаниям. Если вы стартап, посмотрите, вот эти области, возможно, работая в них, вы сможете найти себе такого партнера, как крупная фармкомпания. Поиск новых препаратов, виртуальные ассистенты, диагностика распознавания медицинских изображений, данные о пациентах, анализ рисков и поведение и стиль жизни. Вот, привожу еще одно исследование, ссылка приведена на слайде, относительно того, там, попытались сравнить эффективность врача и искусственного интеллекта по, там, определенным активностям. Ну, любые диагностические процедуры по, там, анализу снимков, изображений, здесь машина уже обладает определенным преимуществом по заявлениям авторов исследования. Но то, что касается проверки симптомов и выявления, там, каких-то очень специфичных вещей, то тут человек пока держит марку. Но при этом интересно, что, вот, да, я все заканчиваю, о том, что очень распространенные такие сервисы по проверке симптомов. И здесь, даже несмотря на то, что исследование доказывает, что человек эффективен в этом смысле, популярность сервисов для проверки симптомов крайне высока. Вы видите число лайков, пользователей еще больше. И мне очень нравится кейс, приведенный на сайте компании о том, как студент медицинского факультета использует этот сервис для лучшего сдачи. Да. Ну и, в общем, принятие решений на экзамене, видимо. Что важно? Что большие данные искусственный интеллект дают возможность, например, собрать за несколько месяцев порядка четырех ста тысяч участников клинического исследования. Для классического клинического исследования включение десяти тысяч пациентов в пятидесяти центрах можно занять год. Проведение клинического исследования в масштабе четырехста тысяч людей было бы вообще немыслимо без цифровых технологий современных. Ну и также касательно искусственного интеллекта. Вот выпускник Боткин Ай, который использует машинный искусственный интеллект для распознавания снимков, помогает врачу для выявления уже после анализа онкологических случаев Semantic Hub. Но сегодня вы тоже их услышите со сцены. И в заключении хотел отметить, что мы, даже как компания Bayer, уже занялись тоже вопросом применения искусственного интеллекта. FDA дал статус Breakthrough Device для одного из наших направлений по применению искусственного интеллекта для выявления редкого орфанова заболевания хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. На этом все. Я считаю, что забитая закона должна стоять после слова нельзя, ждать нельзя, пора действовать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Григорий. Хорошая статистика рынка для тех коллег, для стартапов и для коллег из фармы, так как мероприятия у нас открытая. Наверняка коллеги из фармы здесь тоже присутствуют. Для того, чтобы самим не собирать, Григорий был так щедр, что поделился буквально картой стартапов и картой решений. Ну и у нас еще один выступающий, который расскажет про тренды, но не просто про тренды, а тренды с точки зрения и потребителя как большой корпорации и инвестора. Это тот взгляд, который мы во фри видим с точки зрения венчурного капиталиста и понимаем, как сделать свои решения такими, чтобы они решали конкретную боль конкретного заказчика. То, о чем мы сегодня много говорим. Алексей Гриненко, инвестиционный менеджер фри. Леша, тебе слово. Спасибо большое. Слышно? А так? Во, слышно, отлично. Да, спасибо большое за представление. Меня зовут Алексей Гриненко, я инвестиционный менеджер фри, занимаюсь инвестициями в медицину, в транспортейшн и немножко начал смотреть на игровую сферу. Это наш портфельчик. Давайте как бы небольшую предысторию расскажу, что когда мы погружаемся в какую-то сферу, мы составляем, как бы сказать, такой план бизнес-процессов и взаимодействия игроков в этой, на этом рынке, в этой сфере. В связи с этим, когда я погружался в медицину, я с этого и начал. И вот у меня возникла такая вот краткая схема взаимодействия игроков на этом рынке. Соответственно, разделена она была очень просто там, типа B2C, B2B и B2G, в зависимости от того, от количества клиентов, от количества пользователей, от средних чеков и так далее. И когда я начал работать с этим рынком, я вот взял эту схему и начал искать, где, какие проекты в каких вот из этих связях могут, какие проекты улучшают взаимодействие в определенных, скажем так, в определенных бизнес-процессах. Притом, здесь отмечены только бизнес-процессы между игроками рынка. Здесь я не рассматривал бизнес-процессы внутри каждого игрока. То есть, например, в тех же самых фарме и, не знаю, СРО есть миллион процессов, которые можно улучшать еще внутри, то есть, просто улучшая бизнес. Дальше очень просто берешь самые популярные технологии, которые есть на рынке. Например, в то время, когда я делал этот анализ, у меня вот было, например, вот эти вот, это AR, VR, Internet of Things, искусственный интеллект, телемедицина, облачные технологии. Вот блокчейн я сюда уже даже не стал включать, его просто можно куда-нибудь вставить в любую передачу данных и так далее. И накладываешь на бизнес-процессы с предположением, где это может помочь. Исходя из этого, начинаешь искать проекты. Это очень хороший способ для того, чтобы и стартапы искали, куда они могут приложиться, и, например, те же самые крупные корпораты смотрели, что у них внутри можно улучшать. Ну, соответственно, таким образом я там составлял свой портфель. Здесь я вот просто быстренько пробегусь, что вот на этих проектах, на этих бизнес-процессах накладывались мои проекты и дальше чуть-чуть сужу этот рынок и рассматриваю только часть взаимодействия. Это B2C, B2B. Например, следующим этапом, когда я отбирал, когда я вот так посмотрел все крупно, посмотрел на эти тренды, я начал смотреть, как ведет себя пациент вот взаимосвязи вот этих вот различных игроков. Ну, то есть вот если вернуться B2C, B2B, вот все эти игроки, они каким-то образом завязаны вот в такой бизнес-процесс. Это поход пациента к доктору. И здесь снова я также взял технологии, наложил их на эти связи и получил, опять же, то, что можно искать. Частично я это нашел, частично это включил у себя в портфеле и осталось как бы то, что еще можно продолжать искать для того, чтобы наращивать этот рынок. Вот, собственно, вот такой подход лично там мной, как лично мой, как представителя инвестиционного фонда для поисков трендов и того, что происходит на этом рынке. Можно пойти чуть-чуть с другой концепцией, это посмотреть, что происходит в мире в разрезе любых других, скажем так, процессов. Например, вот нозологии. Если взять оценки 2017 года, соответственно, сегменты расходов по нозологиям, ну, не совсем нозология, это крупные направления, конечно же, то видно, что там 36% было потрачено на лечение и, скажем так, диагностику онкологических заболеваний. 25% сердечно-сосудистая и чуть-чуть меньше 21% это всякие, скажем так, врожденные заболевания центральной нервной системы. Ну, соответственно, вот там 80% были потрачены на три основных направления. Возьмем чуть-чуть другой разрез, так как все-таки я занимаюсь цифровой медициной и не смотрю на совсем там медикаменты, то я посмотрел траты digital health в разрезе технологий, то есть, например, аналитика, электронные медицинские карты, о которых уже говорил Григорий, мобильные системы, которые сейчас тоже развиваются очень сильно. И взял и совместил эти два сегмента и получил такой вот небольшой разрез, с которым мне было интересно работать. Это вот по вертикали нозологии, ну, не совсем нозологии, это больше направление все-таки, а по горизонтали это технологии. И вот на этой карте есть частично тоже наши проекты, с которыми у нас получилось закрыться, с которыми мы общались, которые есть у нас в портфеле. Собственно, наверное, все. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Леша, ты был очень системен и краток. Действительно, у тебя осталось пять минут на вопросы, поэтому, коллеги, если есть, давайте их зададим, если нет, то мы попытаем Алексея еще в момент той дискуссионной панели, которую он сейчас же продолжит, поэтому не уходи. Либо мы можем действительно позадавать эти вопросы коллегам вместе всем, есть ли какие-то острые вопросы, которые вот прям хочется сейчас задать Алексею. Да, вот давайте один-два вопроса буквально. А вот Григорий. Спасибо, интересная статистика. Вот как бы вы описали тот стартап, идеальный, не конкретный, какой-то идеальный стартап, который Фри бы проинвестировал прямо завтра в медицине. Смотрите, там из тех стартапов, которые вы уже упоминали, мы уже проинвестировали в капсулу, мы уже проинвестировали в семантикаб. Следующий. Смотрите, наверное, следующий для меня был бы, я очень сильно верю в все системы, которые помогают врачам принимать решения. Вот для меня любая система, которая облегчает, уменьшает человеческий фактор и увеличивает доказательную часть, ну то есть доказательную базу, она цена. К сожалению, я вижу там некоторые проблемы на нашем рынке именно не рынке стартапов, а рынке врачей и клиник, которые этим пользуются, но они, вернее, этим не пользуются. Но с точки зрения общения врачей и технологий, я считаю, если будет стартап, который достоверно, доказательно с нормальной базой скажем так, технологической помогает врачу, то есть прям нормальные, не клинические исследования сделаны, но сравнительные исследования, хотя бы ретроспективно, что вот он рекомендовал бы так, по факту получилось так, то я бы проинвестировал в этот проект. Да, второй вопрос, вот сейчас коллега передаст микрофон. Друзья, прошу прощения, вот там, да, мы еще, у нас еще будет время, друзья, хочу сказать, что не пугайтесь, если кто-то не смог задать вопрос сейчас, у нас после официальной части, как всегда, наши традиционные нетворкинговые части, вы сможете попытать коллег из Байера, мне кажется, вы все сегодня уйдете не рано домой, так что предупредите близких, вот, и я думаю, что у всех будет возможность пообщаться. Прошу ваш вопрос. Добрый день, оцениваете качество их решений. У вас там вот в анализе, там была компания Теранос, которая уже умерла, ну, все время назад. Как вы оцениваете вот того, добьется ли стартап успеха в этой матрице, которую вы привели? Смотрите, оценить, как добьется ли стартап успеха, немножко, как бы, вот то, что вы сказали, для меня это два вопроса. Первый вопрос, это технология решает, там, есть ли там действительно какая-то база, которую он решает. Второй, добьется ли он успех, а тут вот другой вопрос, тут больше команда, рынок, нужен ли кому-то этот продукт, при учете того, что этот продукт есть. На самом деле, чтобы определить, как бы, есть ли какая-то база технологическая, либо просто бизнесовая под этим продуктом, то мы, ну, лично я использую внешних экспертов. Я хожу по рынку, ищу людей, которые занимаются этой проблемой, которые, а, с одной стороны, прям непосредственно руками могут сесть и посмотреть, что это работает, то, что, ну, как бы, я по образованию физик, работаю инвестиционным менеджером и занимаюсь медициной. Ну, как бы, у меня грубокого погружения в медицину не так вот, что много. Я понимаю, какие-то основные физические, биологические процессы, но сказать, что вот конкретно вот эта, не знаю, технология вылечит людей лучше, чем скажет непрофессиональный врач, я не могу. А вот у меня вопрос дополнительный, а вы бы предсказали крах Тираноса, вот если вот подробно бы изучили эту историю? Просто интересно, вот вы из инвитра. Мы сделали по факту, ну, понятным образом, вот, очень простым способом. Мы просто отправили коллегам запрос с теми вопросами, ну, то есть, когда они только появились на рынке, в самом начале, отправили им запрос с содержательными вопросами по технологии, на который коллеги ответили таким образом, что стало понятно, что там ничего нет. Поэтому, Алексей, у тебя есть еще один эксперт в базе. Нет, бог с ним, бог с ним, бог с ним с экспертизой, просто меня, значит, немножко впущает вот в этой технологии, потому что медицина сама, как вот именно медицина, в отличие от других властей, старается уходить от экспертного мнения, потому что у каждого эксперта мнение свое, вот мы тут в зале там много людей, у которых будет бэджик с надписью эксперт. Это совсем не означает, что их мнение, или мое в том числе, оно имеет какую-то там значимую ценность для предсказания будущего. А проверка гипотезы, она в медицине связана с другими способами. И вот у вас там, где клинику ресерч был в вашей схеме, это тот путь, которым идет медицина. Я его для стартапов пока, вот как бы такого механизма быстрой проверки гипотез, с учетом регуляторных ограничений, с шоком внедрения, с учетом того, что есть довольно крупные игроки, как Bayer, которым надо долго, много времени, чтобы имплементировать это решение. Я пока его не вижу, поэтому вопрос мой в эту сторону кому, как не вам, такой механизм создавать. Спасибо большое. Отличное мнение. Спасибо за него. Спасибо. Действительно, именно поэтому скорее сейчас взлетают решения в области Digital Health, потому что там как раз вот, скажем, они лишены вот всего того пути сложного, который вы описали. Но я думаю, что там со временем, в том числе благодаря коллегам из Bayer, которые пока что бегут впереди всех, по крайней мере, на российском рынке из того, что мы видим, возможно появятся какие-то механизмы, которые позволят стартапам и в более сложных продуктах, там не только в части Digital, ускорять эти темы тестирования гипотез. Алексей, спасибо тебе огромное, но я прошу тебя не уходить, потому что следующий, прям такой, знаете, финальным, перед самыми питчами, финальным теоретическим блоком у нас выступает дискуссионная панель, в которую я с удовольствием приглашаю Евгения Пяткова, SEO-основателя компании Агромон, Ирину Ефименко, SEO-основателя компании Semantic Hub, о которой сегодня уже неоднократно говорили, Ирину Ильинскую, Digital Marketing Manager Bayer Pharmaceuticals, ну и Алексей остается нашим бессменным модератором, и, наверное, коллеги, друзья, а, прошу прощения, Денис, конечно же, Денис Серегин, глава направления Bayer Digital Farming в странах СНГ. И у нас, пока я протягиваю вам еще одни микрофоны, у нас сегодня задача, наверное, поговорить про то, что, именно про то, как Bayer работает в тематике и фармы, и диджитал, и вот здесь такая из серии, знаете, как стык стартап-корпорат, да, вы даже сели так рядышком, да, там, стартап-корпорация, корпорация-стартап, да, то есть, поэтому посмотрим, что получится из этого микса, друзья, Алексей задает тон, и у нас есть примерно там три часа на беседу, после чего мы приступим к кульми... 30 минут, да, прошу прощать. Целый, целый день работы голосом, да, дает себя знать. 30 минут на беседу, после чего мы приступим к кульминации нашего сегодняшнего мероприятия, к тем самым питчам. И у меня короткая просьба к коллегам, стартапам, те, кто заявлены на питче, вот там стоит моя прекрасная коллега Олеся, за 10 минут до, то есть через 20 минут нужно подойти к ней и быть готовым быстро начать выступать. Спасибо большое, и, Алексей, собственно, тебе и коллегам слово. Да, коллеги, всем добрый день, давайте вот просто две-три минутки представимся, когда начнете отвечать, ну просто, чтобы люди привыкли к вам, и я тогда просто начну с, чуть-чуть перейду просто с того, что рассказывал я, связанного с поиском проектов, поиском технологий, как я это делаю, к тому, как это делает Байер. Поэтому я вот хотел бы Ирине задать вопросы, что Байер ищет, как он ищет, и для чего он это ищет, для чего он ищет стартапы. Ильинской вам. Я должен ответить к этому вопросу. Спасибо большое, Алексей. Начну с того, что, в принципе, компания Байер, понятно, коммерческая организация, и как любой коммерческой организации компании важно при всех своих каких-то вложениях получать прибыль. Когда мы говорим о стартапах, которые мы ищем для того, чтобы решить какие-то проблемы, боли и так далее, мы, конечно, в первую очередь думаем о том, как это решение поможет нам увеличить наши продажи. Но это не секрет. И здесь могут быть совершенно разные области. Например, если мы говорим о препаратах. В данном случае, как компания может, в принципе, увеличить продажу своих препаратов? Просто вот два таких примера. Может быть, кому-то это будет полезно. Увеличить диагностику заболеваемости определенной среди пациентов для того, чтобы врачи назначали препарат. Соответственно, чем больше будет диагностированных пациентов, тем, соответственно, больше будет выписка. Это с точки зрения выгоды для компании. С точки зрения выгоды, конечно же, для пациентов, людей это то, что действительно вовремя диагностированные заболевания можно быстрее, дешевле вылечить и, может быть, когда-то просто спасти жизнь. Или, например, мы говорим о комплоентности приема препарата. Зачастую, я думаю, каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда вы пропускали прием определенного препарата или бросали, потому что решили, что да, ну, вроде бы и хорошо. А тем более мы говорим о таких препаратах, которые либо принимают пожизненно, либо достаточно длительный курс лечения. Для того, чтобы пациент не забывал или каким-то образом ему объяснить, почему так важно не пропускать или принять полный курс препарата, собственно, такое решение тоже поможет фармацевтической компании увеличить свои продажи, а пациенту, соответственно, поможет в эффективном лечении. Ну, вот таким образом компания, собственно, выбирает стартап, когда есть какая-то потребность, есть запрос, и, соответственно, есть технологическое решение, которое, может быть, даже не очень стандартным образом, но показывает, как можно решить ту или иную проблему. Ну, вот, собственно, так. Но только, конечно, когда есть такой запрос. Крайне редко бывает, чтобы стартап обратился с предложением, а компания об этом еще даже не подумала. Вот, и мы говорим, ой, надо же, как интересно, давайте с вами работать. Ну, то есть у вас есть какая-то внутренняя такая вот карта, так, проблем, которые вы готовы улучшать? Обязательно. И что очень важно, да, что не все стартапы, я бы сказала, наверное, большинство, не очень понимают, как работает фармацевтический бизнес, потому что, чтобы это понимать, надо в нем работать. Какие есть ограничения, какие есть проблемы. Поэтому, в принципе, можно интуитивно работать в каком-то направлении, как стартап, да, и думать, что, ну, возможно, это будет интересно. И на самом деле, окажется, бинго. Это действительно то, что надо. Вот, можно, могут работать в направлении, но немножко не понимать специфику, тогда фармкомпания подскажет, направит и действительно сделает какой-то потрясающий проект. Ну, как-то так. Я, в принципе, чуть попозже озвучу ту область, которая была бы вот интересна нам, ну, в данном случае направлению рецептурных препаратов. Вот, может быть, кто-то из стартапов как раз-таки работает в этом направлении, и мы будем рады пообщаться отдельно уже, может быть, даже у нас в офисе в компании Bayer, для того, чтобы понимать, что предлагает стартап, и можем ли мы это использовать с точки зрения наших запросов, потребностей. Все, давайте тогда оставим интригой, а то я боюсь, если вы это сейчас расскажете, то просто все уже выставятся в очереди и начнут ждать, когда это закончится. Вот, тогда, собственно, я хотел перейти к одному из стартапов, который работал с вами, который как раз, как мы считаем, как его инвесторы, как они считают, как основатели, он вот попал именно в ту категорию, решение боли, которая есть у фармы. Поэтому, Ирина, вот, Ефименко, основатель, генеральный директор компании Semantic Hub, расскажите немножко про проект, чем вы занимаетесь, и что вы делаете для фармы. Настораживает то, что Ирина в этот момент посмотрела на меня и сказала, вы действительно решили боль, при том, что при том, что мы думаем, что вроде да. И то решение, которое мы предлагаем фармацевтическим компаниям, но на самом деле оно такое комплексное, поскольку оно относится не только к фармкомпаниям, но и к пациентам, которые являются нашей главной общей ценностью. Мы помогаем встретиться пациентам с так называемыми орфанными заболеваниями, то есть очень редкими заболеваниями, которыми страдает иногда несколько человек на страну или там несколько сотен человек на страну. И, собственно, медицинским специалистам и фармкомпаниям, которые производят инновационные препараты таких заболеваний. То есть в этом смысле это ложится в ту первую категорию, которую обозначила Ирина как довольно ключевую. Вообще редкие заболевания — это очень интересный тренд. Я, наверное, не буду на нем останавливаться подробно. Могу только в качестве примера сказать, что для тех, кто не сталкивался с этой темой, а мы сами с ней не сталкивались до тех пор, когда нашли эту историю. Например, таким заболеванием страдал Стивен Хокинг. И это далеко не самое редкое заболевание. Есть еще гораздо более редкие, гораздо более неизвестные. И до недавнего времени фарма не вкладывала в такие заболевания, потому что им казалось, что это очень узкий рынок. Но в последнее время по ряду причин, в том числе за счет поддержки разных государств, и нашего, и других, это стало таким горячим трендом в фарме. И борьба с такими заболеваниями — это, кроме того, еще очень благородная задача, поскольку очень часто это дети. И треть всех смертей детских до первого года жизни бывает именно за таких заболеваний. Но проблема в том, что именно поскольку эти пациенты редкие, с ними их трудно найти. И они могут много лет не знать собственного диагноза. И в итоге фарма теряет, соответственно, выручку, а пациент теряет еще больше, потому что он просто погибает. Что делает Semantic Hub? Причем здесь мы наконец-то переходим к этой истории. Мы сканируем интернет с помощью технологий искусственного интеллекта. Находим пациентские истории, где пациенты описывают, что с ними происходит что-то непонятное, пациенты или их близкие. Выявляем те истории, где присутствует какой-то сложный или невыясненный диагноз. И вот с помощью технологии глубокого понимания естественного языка предполагаем наличие определенного заболевания и, соответственно, дальше навигируем этого пациента на диагноз. И в случае подтверждения диагноза возможно в лечение. Вот такая история. Нам кажется, что это очень интересно и перспективно с точки зрения всех сторон, включая инвесторов. Собственно, тогда следующий вопрос у меня будет. Вот это расскажите немножко, как вы эволюционировали. Потому что когда мы с вами познакомились, вы были как бы компанией на российский рынок, назовем это так. То есть довольно-таки локально. Как вы выходили за рубеж, с чем сталкивались, отличается ли фарма здесь или там, отличается ли компания здесь или там. Вот немножко про это. Да, это очень хороший вопрос. И у нас здесь был такой очень интересный и замысловатый путь. И во многом этот путь был, собственно, связан как раз с компанией Bayer, которая стала одним из наших таких самых первых крупных партнеров. И мы фактически все свои эксперименты ставили на компании Bayer, можно сказать, благодаря их open-mindedness и любезной открытости при работе со стартапами. Когда мы начинали, у нас была совершенно другая продуктовая идея. И если бы я сама сейчас там услышала себя пару лет назад, я бы очень удивилась, подумала, что речь идет, наверное, про какую-то очень интересную, другую компанию. Потому что изначально мы готовили решение для R&D в фарме. Как отметила Ирина, действительно, фарма — это такой особый мир. Когда ты его не знаешь, довольно трудно представлять, как он работает. Это такая очень специфическая отрасль. Когда мы ее выбрали, при том, что изначально мы не имели к ней никакого отношения, мы просто влюбились в нее до глубины души, и до сих пор это очарование как-то у нас не проходит. И в частности нас очаровал вот то, как устроен R&D-процесс. Мы очень много образовывались, проходили всевозможные школы, фармацевтические и так далее. И мы поняли, что у фарма есть проблема выявления перспективных разработок. И придумали решение на эту тему. Когда мы его придумали, мы, как и многие стартапы, совершили некоторую ошибку. Потому что, когда спрашивают, кто ваш заказчик, кто ваш сегмент, мы говорим бодро, ну, конечно, фармкомпании. Это же понятно, да? Это как сказать, что какой-нибудь там нас учили в акселераторе, трекер для сердца нужен всем людям, потому что у всех есть сердце. И мы подумали, что инновационные фармкомпании это те, кто делают новые препараты. Не все фармкомпании, в принципе, делают, как ни странно. И вот мы подумали, что российские компании это такие же, как международные, только российские. А во-вторых, мы подумали, что есть, ну, малые, конечно, это отдельная история, но вот средние компании это такие же, как большие, только не такие большие. И поэтому вот мы это решение продадим им всем. Вот в России продадим, потом в мире продадим, большим и средним. Но потом оказалось, что мы действительно сделали несколько продаж этого продукта, а сегмент оказался довольно узким, потому что оказалось, что российские фармкомпании, в принципе, редко ведут разработки, а международные компании в России не имеют офиса R&D, поэтому им это решение тоже не нужно. А международный рынок, например, США, оказался как бы overqualified для этого решения, в то время как российские как бы underqualified. Соответственно, мы очень долго общались с разными офисами, и в результате вот этого общения мы поняли, что есть совершенно другая потребность. То есть поглужаясь все глубже в индустрию, в том числе с такими нашими ключевыми партнерами, одним из которых является Bayer, мы поняли, что этой потребности в реальности нет, по крайней мере, нет такого широкого сегмента, но есть другая потребность, которую мы можем решить с помощью наших технологий. И вот в этом смысле как раз было очень интересно, потому что с Bayer мы пообщались, мне кажется, всеми офисами от Америки до Китая, там еще у нас были пилоты с Швейцарии, с Германией, там контракты с Россией, и вот, собственно, все эволюции, все этапы эволюции, мне кажется, мы как-то отладили на бедном Bayer. Расскажи тогда, раз ты начала про это, по поводу того, как исторически строилось отношение в Bayer, как вы попали. Чуть-чуть побольше про вот эти вот этапы эволюции с Bayer. Да-да-да, я все время переживаю, что я увлекусь, начну давать как-то слишком много ненужной фактуры, ты меня останавливай, если что, да, ты знаешь, как наш инвест-менеджер, что я этим страдаю. С Bayer было очень интересно. На самом деле мы вот очень интересная компания, потому что, можно сказать, благодаря нам и таким, как мы, Free и Bayer — это такие, можно сказать, родственники, да, потому что вот мы, например, прошли акселерацию там и там, то есть такие братья по крови. И изначально мы с Bayer познакомились еще до Free, когда только-только сделали компанию, еще даже не думали про фокусировку на фарме, и как-то домогались их, пытались там что-то им предложить, но они как-то нас упруго отражали, и мы никак не могли понять, что происходит, почему они не хотят нас. После этого мы пришли во Free с запросом на фокусировку, прошли акселерацию Free, это был действительно очень ценный опыт, и не сочтите там за рекламу, мне не платили, и мы не договорились об этом, но это действительно очень полезный опыт для всех молодых стартапов, прямо рекомендую. И как раз в процессе мы выбрали фокусировку на фарме, и мы решили, что мы не занимаемся другими отраслями. Вначале очень тяжело было отказывать Газпрому, который звонил и просил что-то сделать, но потом мы смирились с этим. И там мы как бы повторно познакомились с представителем Bayer, вот с Григорием и другими замечательными людьми, и они в этот момент отбирали параллельно стартапы в свой акселератор Grand for Apps, который для нас стал тоже таким очень ключевым опытом, поскольку это такой первый был в нашей жизни и пока последний индустриальный акселератор. И они предложили сделать нам пилот. И на самом деле, как ни странно, но мы это поняли уже спустя время, этот пилот был как раз посвящен редким заболеваниям и поиску пациентов для редких заболеваний. И мы вначале как-то так немножко расстроились, потому что мы подумали, что вот что-то другое коллеги просят, мы же другое продаем. Она заставляет делать непонятную какую-то историю, но дружба с Bayer это все-таки полезная штука, поэтому ладно, ну что же делать, просят, сделаем. Ну и в результате этого пилота Bayer решил, что мы не безнадежны, взял наш свой акселератор, и, собственно, после этого у нас уже пошли с ними контракты, в том числе тоже не про то решение, которое мы изначально планировали. И мы, опять же, в первое время грустили, но потом мы поняли, что это был знак судьбы, собственно. Ну а вот дальше уже мы начали сотрудничать с международными офисами Bayer, и там началась своя интересная и, надеюсь, очень перспективная история. А, да, и, между прочим, мы выигрывали всякие международные конкурсы Bayer, но нам запрещают про это рассказывать, поэтому я ничего вам не скажу на эту тему. Вот это вот к слову про открытость. Да, да, это она, но фарма — это же… Фарма — это фарма. Окей, спасибо большое, Ирина. Тогда я вот хотел бы теперь перейти к еще одному направлению, которое есть в Bayer. Это, как сказать, агрокалча, наверное, если можно так сказать. Вот, Денис, расскажите немножко про то, что происходит в Bayer с медициной, с агронаправлением, направлением, потому что я, как инвестор-менеджер, который занимается медициной, чуть-чуть больше знаю, что происходит в медицинском направлении, а вот то, что происходит в вашем направлении, это очень, на мой взгляд, перспективно, но для меня очень непонятное пока направление. Добрый вечер. Ну, наверное, да, может быть, многие не знают, что компания Bayer больше, конечно, известна, может быть, широкому кругу людей, как компания фармацевтическая, но в то же время направление сельскохозяйственного бизнеса тоже довольно крупное, особенно в последнее время оно еще больше укропнилось, как, возможно, вы слышали, что мы приобрели компанию Monsanto. Вот, теперь компания Bayer это один из крупнейших глобальных игроков именно на сельскохозяйственном рынке, то есть в плане производства семян и средств защиты для растений, да. Ну, то есть мы можем провести такую параллель или аналогию, что то, чем занимает сельскохозяйственное направление, это фактически тоже, как сказать, это фарма, но для растений, да. То есть у нас небольшая проблема, наши пациенты не могут нам ничего вообще сказать сами, то есть как бы они не коммуницируют, да, то есть нам нужно как бы самим разобраться, что с ними, там, кто их гложет, там, болезнь или вредитель и так далее, вот, помочь в этом разобраться там другим, ну, и как бы решить эту проблему, ну, вот, в полях. То есть таким образом обеспечить, ну, так будем говорить, фермерам, ну, и всем нам, наверное, большее количество урожая, да, то есть большее количество продуктов питания, вот. В этом, наверное, такая вот миссия, задача уже подразделения именно, которое занимается, ну, которое называется crop science, да, вот, которое можно как-то перевести как наука растений или еще что-то, ну, мы не будем переводить, то есть подразделение crop science, которое занимается именно сельско-озяйственным направлением, вот. Тоже, естественно, очень большие, так будем говорить, задачи стоят и проблемы здесь, и территории большие, площади, которые нужно, ну, не мы, конечно, этим, я имею в виду, фермеры занимаются возделыванием тех или иных культур, производством продуктов, но мы им помогаем в этом деле, и здесь уже тоже нужно такое понимание, как это правильно, как это лучше, более эффективно сделать, как рассказать о наших продуктах, как убедить, что наши продукты лучше, чем продукты конкурентов, более эффективно решают те или иные задачи, ну, и в этом направлении. В направлении фарм, в направлении именно сельского хозяйства, я думаю, тоже вы слышали, что активно развивается направление цифровизации, наверное, это тоже один из самых больших хайпов, наверное, пары-тройки последних лет. Компания Bayer самостоятельно начала заниматься этим направлением в 2015 году, но потом в прошлом году в связи с приобретением компании Monsanto, у которой также есть большое направление, которое выделено в отдельную компанию, называется Climate Corporation, нас обязали продать наше направление, которое принадлежало Bayer, оно было продано в компанию BASF, и сейчас фактически как бы мы находимся в фазе слияния с компанией Monsanto, когда вот будет уже к нам перейдет Climate Corporation, и мы будем это развивать. Ну вот, но будем так говорить, что мы все равно продолжаем здесь, на уровне России, тоже заниматься, так будем говорить, на своем уровне, проектами цифровизации, и вот в прошлом году тоже это уже во второй, во второй, как говорится, комплекс, когда у нас был уже Grand For Up, второй акселератор, мы познакомились с компанией вот Аграмон, и, соответственно, ну как сказать, пошло наше сотрудничество, и получается, что у ребят есть хорошее решение для тех вопросов, то есть, опять же, для того, чтобы лучше понять, что сейчас происходит в поле, что для этого нужно сделать, как решить эту проблему, и вот в этом направлении. Ну, я думаю, что как бы в целом рассказал, если есть какие-то более конкретные вопросы, потому что, ну, направление цифровизации сельского хозяйства, оно просто тоже настолько как бы велико, что вот как Григорий показывал карту, то есть тоже можно показать гигантскую-гигантскую карту различных направлений, то есть это там и от спутников, и заканчивая сенсорами в почве, и так далее, и тому подобное, то есть это просто гигантский такой пласт. Окей, тогда, собственно, давайте спросим у человека, который общался с вами с точки зрения агро, это проект Аграмон. Евгений, расскажи немножко про свой проект, и чем занимаешься, чем ты так заинтересовал, Байер. Окей, спасибо, да, добрый вечер всем. Значит, я немножко расскажу про наш проект и про нашу историю взаимодействия с Байером. Мы разрабатываем цифровой сервис для агроскаутинга и организации взаимодействия хозяйства растеневодческого с поставщиками средств производства, таких как семена, средства защиты растений, там, удобрения. Мы как бы к этому фокусу пришли со временем. Начинали мы с сервиса просто для хозяйств. Запустились весной 2017 года. Сделали ряд пилотных проектов, как с акрохолдингами достаточно крупными, так и с небольшими независимыми хозяйствами, фермерами. Был у нас один пилотный проект в Казахстане. Мы получили ряд платящих клиентов. И, значит, к весне 2018 года попали в акселератор Grants for Eps, в частности, с участием Free в том числе, потому что мы пичились на как раз сессии для агропроектов в прошлом году. И большое спасибо коллегам за то, что они как бы помогли тому, что это состоялось. В акселераторе мы работали с рядом людей из команды Bayer, там, в частности, наверное, в первую очередь с Денисом, также с коллегами, которые сам акселератор организует. Также хочу пользоваться случаем и поблагодарить. И как бы акселератор, ну, очень сильно наш проект прокачал с нескольких точек зрения. Во-первых, мы получили ряд инсайтов, касающихся того, как рынок устроен, именно в более широком понимании. Как бы осознали, ну, то есть мы, естественно, это и так до этого знали, но мы хорошо осознали, что помимо хозяйств есть другие участники в цепочке добавленной стоимости, там, начиная снизу, вот от поставщиков решений, там, доверху, до переработчиков, там, ну, через дистрибьюторов, еще кого-то, да. То есть поняли, как эта картина в целом работает. Поняли несколько больше, какие есть запросы и задачи у участников, кроме самого хозяйства, вот, и в частности у компании Bayer, в том числе, какие есть запросы и задачи для них актуальны. Это позволило несколько фокус-продуктов сместить и, ну, уйти от прямой конкуренции с рядом других похожих сервисов. Вот, это с одной стороны. С другой стороны мы получили, ну, огромное количество такой глубокой отраслевой экспертизы, агрономической в том числе, смогли поработать с коллегами, которые, ну, реальные эксперты, там, в защите растений в сельском хозяйстве в широком смысле. В том числе мы проводили пилотный проект в Курской области, где мы смогли, там, совместно оттестировать свои решения, ну, не только на уровне, там, демонстрации в офисе, но и в реальных полях, в реальном хозяйстве. И таким образом, как бы, это дало нашему проекту очень сильный толчок. Мы с Байером будем взаимодействовать и дальше. Вот, наверное, в целом, то есть, я и рассказал. Алло, расскажи немножко, вот, что, по твоему мнению, я вот хочу, как мнение стартапа, для Байера ценного ты несешь. Вот, что, какую именно его проблему ты пытаешься решить сейчас? Ну, я тут, как бы, скажу свое понимание, да, может быть, наверняка Денис что-то сможет дополнить. Мне кажется, что такие компании, как Байер, сейчас находятся в некотором смысле на определенной дистанции от самого производителя, за счет того, что они, ну, продают продукты через дистрибьюторов и, ну, с какими-то клиентами напрямую взаимодействуют, но, как бы, это взаимодействие, ну, там, может быть, ну, не совсем постоянное, но, в основном, никак не оцифровано, да, то есть, есть консультанты в регионах, которые осуществляют техническую поддержку, агрономический консалтинг, но, как бы, всегда понимая более глубоко потребности клиентов, реальную ситуацию в хозяйстве, технологии, выращиваемой культуры, подобные вещи, можно сформировать для него, с одной стороны, лучшее предложение, с другой стороны, можно повлиять на экономическую эффективность за счет рекомендаций по, ну, правильным применением, там, тех или иных препаратов или подобрать схемы защиты, и когда в этот процесс внедряются цифровые средства, это можно делать просто значительно, там, более эффективно и на больших масштабах, чем это позволяет делать, ну, живое взаимодействие, которое принято сейчас, вот, возможно, ну, я, наверное, могу передать Денису микрофон, может быть, он добавит что-то, потому что лучше понимает запросы Bayer, чем я. Да, Денис, если несложно. Ну, наверное, такое, так будем говорить, понимание достаточно правильное, да, то есть, то, что, ну, понимание потребности твоего клиента, это наиважнейший момент, да, я думаю, что здесь довольно-таки правильное понимание, наверное, это именно то, что Евгений поймал такую основную вещь, да, дополнительно, естественно, это, как всегда, я думаю, что любой бизнес не может похвастаться, что он владеет там всей полнотой информации, даже о своем клиенте, о своих партнерах и так далее, то есть всегда есть, всегда была, всегда есть и всегда будет, информация будет играть всегда наиважнейшую роль, да, чем более оперативной, более правильной, более точной информацией ты располагаешь и какими-то инструментами для ее анализа, то вероятность того, что там вы примете более правильное решение, которое поможет достичь, так будем говорить, и токсических стратегических целей более быстро или более эффективно, ну, то есть это как бы логично, то есть именно об этом и разговор, что при помощи подобных сервисов мы можем или мы стремимся к тому, чтобы более оперативно получать более точную и более полную информацию, чтобы правильно и оперативно, опять же таки, на нее реагировать. Спасибо большое коллеге, мне тут тонко намекают, что надо уже закругляться. Тогда, Ирина, расскажите, вот вы в конце по поводу того, что интересно Байеру, потому что вначале заинтриговали. Да, нас интересует область, это интегрированные электронные карты пациентов, вот, мы хотели бы больше узнать про эту область, потому что мы считаем, что это перспективное направление. Детали я смогу поделиться только с теми стартапами, которые в этом работают, в направлении хотя бы в этом работают, что конкретно меня интересует, потому что, как сказала в свое время, Яна Корзун, что есть некоторые секретики и фичи, которые мы пока хотели оставить при себе. А с инвесторами? А с инвесторами тоже можно будет обсудить, но в рамках какой-то тет-а-тет-сессии. Вот, так что, если вы работаете или даже хотя бы планируете работать, у вас есть какое-то понимание или пока теоретическое решение, направленное на интегрированные электронные карты пациентов, то welcome, обращайтесь к Bayer. Ну, в данном случае контактное лицо у нас Анастасия Аширова, я думаю, фриз ориентирует. Вот, и мы будем очень рады пообщаться. Все, спасибо огромное. Коллеги, вопросы, если есть. Друзья, давайте, у нас есть вопросы из зала. Наши девушки прекрасные с микрофонами. Леш, девушки сейчас подойдут. Если есть рука поближе, давайте отдадим вопрос поближе. Вот, прошу вот тогда поближе микрофон, а потом будет еще один. Спасибо. Добрый день, Санислав Праслов, Самок. Мне короткий вопрос относительно, насколько Bayer интересно клинические исследования. То есть я знаю, в общем-то, ну, возможно, ваш офис, мы все время говорим уже о препаратах, которые зарегистрированы, но тем не менее, вы знаете, какое количество стоимости уходит на проведение клинических исследований, и мы пытаемся этот процесс автоматизировать, сделать, да, это reliable, tempered with, ну, то есть сделать абсолютно доступной для регулятора в том числе, потому что вы же знаете, вы работаете для регулятора. Насколько интересно это вам и возможно решение этих вопросов через московский офис Bayer? Спасибо за вопрос. Давайте я, наверное, отвечу, потому что фарма. Тема интересная, но есть ограничения. Ограничения связаны с тем, что, в принципе, клинические исследования у нас проводятся глобальной командой, через штаб-квартиру. Это очень сложный процесс, очень сложная подготовка, и самое главное, что каждое клиническое исследование, пусть оно даже через digital сделано, да, нам нужно обосновать, для чего оно, в принципе, необходимо, потому что я думаю, что в любом клиническом исследовании всегда может быть риск того, что будет обнаружено что-то, чего не хотелось. Ну, это тогда, наверное, лучше спросить у наших коллег, которые в этом глубоко задействованы. Да, с точки зрения бизнеса могу сказать, что у нас пока такой потребности нет у бизнеса, но в целом у Bayer может быть такая заинтересованность, поэтому, ну, через представителя нашего Grants for Raps, Анастасию, да, 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 просто свою идею будете передавать, и мы, собственно, уже коллеги и сотрудников из разных отделов оценим, кому это будет интересно, тот, собственно, выберет этот проект. Пожалуйста. Коллеги, еще вопросы? Нет, там была вот девушка рука. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Климова, я занимаюсь сервисом по содержанию и уходу с домашними животными, и все, что касаемо, да, я уже заметила, обратила внимание, поэтому попросила дать мне слово, все, что касаемо картотеки, ведение картотеки пациентов, это та самая глобальная тема, над которой мы сейчас работаем в отношении сбора данных, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. У меня такой вопрос, мы сейчас работаем над этим, и интересно ли компании Bayer, я знаю, что у вас есть целое направление по зоотематике, как для животных, как я сегодня для меня было удивительно, что есть еще и для растений, да, вот, но тем не менее. Было ли бы вам интересно поработать с нами вместе, и если да, то к кому обратиться? Спасибо. Да, ну, направление по защите животных, то у нас есть защита растений, я, честно говоря, думала, что это ближе к Денису, вопрос, да, но... У нас еще интереснее, у нас два направления по животным, одно для сельскохозяйственных, но оно как бы в одном подразделении, но тоже разделяется на сельскохозяйственные животные и на домашние. Раскрою тогда небольшой занавес. Мы сейчас создаем мобильное приложение, это будет виртуальная игра по сохранению, улучшению окружающей среды, значит, через формирование ментально развитого общества, то есть это очень глобальный будет мировой проект, поэтому всех животных мы делим на категории домашних, бездомных, сельскохозяйственных, диких и, соответственно, тех животных, которые относятся к категории красной книги, но, тем не менее, естественно, каждая эта область, она специфична, и мы работаем над этим, поэтому вот так как мы с вами в данном направлении схожи, я призываю вас к совместной работе и буду ждать от вас информации по контактам. Спасибо. Ну, сразу отвечу, тот же самый вариант, что вот у нас есть, наверное, точка, человек входа, да, такой информации всей, да, потому что сейчас, сегодня, к сожалению, никто, ну, мы были в курсе, что есть такие стартапы, но никто, к сожалению, из этого подразделения не смог присутствовать, поэтому мы ничего за них говорить не будем, но вот Анастасия сможет связать тогда вас, поэтому. Здравствуйте, компания X3C. У меня вопрос к Ирине Ильинской. Такой немножечко, возможно, он будет въедливый. Значит, обычно компании, которые приходят, крупные компании, которые приходят, слушают стартапы, говорят, у нас есть проблемы, у нас есть боль, попробуйте догадаться, что у нас есть. Я бы хотела узнать, при том, что оказалось, что внутренне эта карта проблем у вас есть, возможно, там какой-то список, то есть вы понимаете, что вы хотите. И вроде бы я даже догадываюсь, почему вы не делитесь, потому что, наверное, если вы скажете, там, нас интересует стабильность какого-то препарата, в этой же области начнут работать ваши конкуренты. Ну, подтвердите мне, так это или не так. Почему? У меня такой вопрос, вот, сложный. Почему бы вам не стать действительно Open Innovation взять и выложить хотя бы часть этих проблем, чтобы кто-то целенаправленно над этими проблемами работал? Или две-три, объявить какой-то конкурс. Вы думали о таком? А можно я помогу, и потом ответит Анастасия. Анастасия, на самом деле, ой, спасибо большое. На самом деле, вот, хочу сказать, что из того, что мы видим, коллеги из Bayer действительно, ну, максимально Open в части Innovation, и Open Innovation в том числе. И на самом деле, то, о чем мы говорили ранее, у коллег, коллеги работают в той отрасли, которой достаточно сложно, как мы уже говорили, внедрять инновации, поэтому на самом деле, вот, сегодняшнее мероприятие, да, и все, что коллеги делали до этого три года, оно как раз и говорит о том, что они открыты, они уже на протяжении почти четырех лет транслируют то, что они хотят видеть в рамках программы Grants for Apps, это вот то, что, по крайней мере, видим мы, остальное уже расскажет Анастасия. Конкурс такой, на самом деле, уже есть, он в штаб-квартире запущен в 17-м году, в 18-м он тоже был, то есть раз в год мы вывешиваем на глобальном уровне именно проблемы и задачи, которые хотели бы, чтобы решил кто-то из них, но ищем здесь уже не сырые какие-то решения. На этот конкурс могут подаваться не только стартапы, могут подаваться уже более зрелые компании, важно, чтобы решение было готово. И для того, чтобы оставаться в курсе, наверное, я бы посоветовала подписаться на нас в G4A Moscow в Фейсбуке, там мы анонсируем всегда, когда штаб-квартира вывешивает эти задачки. Вот, в этом году конкурс тоже будет продолжаться и он называется Dealmaker. В принципе, можно посмотреть уже, какие задачи были в 17-м году, какие задачи были в 18-м году. Вот, и в Москве, более того, в прошлом году мы делали небольшой митап на этой теме, чтобы каждую задачку немножко разобрать с аудиторией, которая к нам пришла в офис московский. И Dealmaker, он в принципе тоже в рамках Grants for Ups был запущен. Просто Grants for Ups для более юных, скажем так, стартапов, да, которые сами приходят к нам с решением, а Dealmaker уже запрос более зрелым стартапам и компаниям. Спасибо. Анастасия, спасибо большое за комментарий. Друзья, я хочу призвать вас задавать, может быть, так как мы во фри, а фри известен таким своим более бизнес-подходом, я прошу вас задавать более сфокусированные бизнес- вопросы, потому что мы точно сможем поговорить о том, что позволит изменить наш мир, но сделать это лучше там в формате нетворкинга после 21.00. Так, вот вижу там руки. Прошу. Да, да. Здравствуйте, Денис, компания Inkin. Занимаемся сбором данных сносимых устройств, продаем платформу для проведения ЗОЖ-мероприятий и тимбилдингов, ну, в основном клиентов в Штатах все. Соответственно, копиям данных сносимых устройств и какие-то данные пользователи вводят сами. Ну, соответственно, GDPR и всякое такое. Вопрос, если там уже бизнес-практика, покупает ли Bayer у похожих компаний сейчас, там не нужно озвучивать, но скажем, строчки, вот, например, медкарты какого-то пользователя, либо выборки агрегированной, у какого-то виза, например, типа как мы, который агрегирует данные. Да, давайте я попытаюсь ответить. В принципе, Bayer пока еще не покупает никакие данные по медицинским картам, и, в принципе, даже если какие-то данные бы приобретал, то они, конечно, должны быть и безличные, в первую очередь, потому что персональные данные. Вот, с точки зрения, насколько это может быть интересно бизнесу, определенные строчки или, я не знаю, может быть, полностью все. Ну, это больше к ресечу, я бы сказала, относится, если что-то так, ну, если мы хотим провести, я не знаю, элементарно, допустим, взять, да, как пациенты соблюдают комплоентность приема препарата, ну, вот просто, и если они заполняют там в какой-то строчке, что приняли, 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 сегодня принимал, завтра принимал, послезавтра забыл, опять принимал, опять забыл, то есть, так, вот, допустим, да, и, в принципе, да, основываясь на данных такой-то платформы, сбора, там, не знаю, 10 тысяч пациентов на протяжении полугода, мы знаем несколько, например, видов препарата, которые, ну, одной и той же группы, и мы можем оценить, например, наш препарат или конкурент был лучше в плане комплоентности, но это так, это сейчас просто в порядке, вот, фантазирования, вот, но, опять же, что это за платформа, насколько она, данные с нее надежны, да, потому что то, что локально у нас делается, опять же, когда мы представляем перед штаб-квартирой данные, тоже вопрос, на основании чего вы сделали такой вывод, вот, вот на основании, вот есть такая платформа, если штаб-квартира не знает о существовании там или насколько ценными могут быть данные, насколько они точные, то такая аргументация просто может быть не воспринята, и, соответственно, если мы говорим про ресерч, да, это какой-то местный, локальный, может быть, для того, чтобы мы какой-то инсайт для себя нашли, ну, вот, как-то так. Ну, да, я вот еще добавить хотел, когда вы приходите, например, к крупному корпорату продавать что-то, вы не предлагайте просто строчки и данные, предлагайте value какой-то для него, основное, с чем надо идти, то есть, что он с этими строчек сможет сделать? Ну, то есть, продолжая то, что говорил Алексей, по сути, у вас на старте должны быть бизнес-гипотезы, а исходя из того, что вы делаете, как это, ну, то есть, в каком виде это может быть полезно байеру? Вот сейчас, мне кажется, вы такой-то очень быстро коллег показдевили, они уже там выдали, если не боль, то, по крайней мере, там, какой-то вариант бизнес-гипотезы. Так, коллеги, у нас были там еще руки, да. Да, спасибо большое, на самом деле, за интересную информацию и от фри, и от панельной дискуссии. Собственно, у меня вопрос, знаете, касается больше командообразования, вот мы говорим в данном случае про большую корпорацию, в данном случае Bayer, например, Bayer определила какую-то боль, которую она хочет решить. И предположим, что нашлась команда стартаперов, которая на каких-то условиях привлечена, чтобы эту боль решить. Как, каким образом вы создаете команду внутри Bayer, которая позволяет этому стартапу, ну, внутри компании, не погаснуть в операционке? Я понимаю, что у вас есть там определенный партнер. А это скорее вопрос про внутренние инновации в данном случае? Да, 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 про внутренние инновации. И больше вот про командообразование. Понятно, что здесь нужно протестировать гипотезу, нужно там, какой-то момент нужно будет и маркетинговые исследования провести. То есть здесь вот именно, то есть такая должна быть многогранность команды и должен быть владелец продукта. А можно личный интерес? А вам оно зачем? Вы кастдевите что-то, вы там тестите что-то, просто интересно, или серия любопытна? Ну, на самом деле мы как раз, я представляю здесь инвестиционную компанию, у нас одна из портфельных компаний в России как раз таки тестирует сейчас. То есть мы тестируем одну... Кастдевите для портфельной компании, понятно. Да, правильно, вот есть коробка. Супер. Скажите что-нибудь про свои внутренние команды, про тимбилдинги и все остальное. Ну, давайте я опять отвечу. Если у нас есть какая-то боль, и мы знаем, что стартап, он в принципе может решить эту боль, может быть не совсем так, как мы себе представляли, можем доработать, то обычно вот за эту боль отвечает, ну, скажем так, держатель бюджета. Он понимает, что есть вот какой-то момент, который если вот решить, то тогда у нас будет вот это, вот это и вот это, да, какие-то бенефиты. Вот. И с этой болью, в принципе, обращается, ну, например, я не знаю, если мы говорим про диджитал, то вот в нашем отделе рецептурных препаратов это ко мне. И найдя такой стартап, собственно, мы представляем его идею, объясняем, как это будет работать, пока теоретически, да. Если эта идея нравится держателю бюджета, ну, начинаем с пилотного проекта. Пилотный проект обычно небольшой, потому что вкладывать в то, что еще неизвестно, выстрелит или не выстрелит, тоже никто, соответственно, не планирует. И если пилотный проект показывает какие-то эффективные результаты, тогда его можно масштабировать на что-то уже крупнее. Вот. И когда показывается эффективный результат, тут как бы погаснуть ничего не может. Гаснет, если мы понимаем, что на этапе пилотного проекта это ерунда, оказалось, не работает, есть вот такое ограничение, еще вот такое, тут встретились еще вот с таким барьером, ну, который, допустим, непреодолим. Мне кажется, что когда мы говорим о стартапах, там есть все-таки история про историю там с бизнес-заказчиком и командой стартапа. Мне кажется, внутренних-то команд, как таковых, наверное, нет, которые генерят внутренние идеи, да? Да. Давайте я попробую ответить, потому что мы как раз создавали такую команду, когда начинали работать с капсулой. Вот. На самом деле мы брали коллег из разных отделов. Понимаете? Юридический. Обязательно. Потому что это настолько как бы подкованные юридические лица и знают закон, особенно телемедицина сейчас, там больше вопросов, чем ответов. Понимаете? И без них мы, конечно, не разберемся. И они это ключевые были. В общем, конечно же, вот Григорий Колесников у нас был. Да, IT. Обязательно. Потому что какие-то вещи... Продакт-менеджер, может быть, и не знать. Понимаете? Он знает, что ему нужно достичь вот это, как. Вот. Потом кто? Если необходимо, то, конечно же, маркет-ресеч сотрудник. Вот. На начальном... А? Медицинские, конечно. Медицинские, но тоже медицинские, понимаете, на первом этапе – да. Потом, когда мы понимаем, что нет необходимости, например, на каком-то этапе, то, соответственно, он выполняет свою функцию дальше. То есть группа сужается. Три-четыре человека. Вот. Конечно, существуют какие-то майлстоуны, да, когда мы собираемся, когда приезжают к нам глобальные коллеги, например, мы собираемся и рассказываем о результатах. Вот. Вот, наверное, так. Спасибо большое, коллеги. Спасибо за вопрос. У нас еще буквально два вопроса. Да, вот, прошу. С Ирине Ильгинской. Расскажите, пожалуйста, какие решения по повышению комплоентности пациентов вы пробовали, и точно можете сказать, что вот это не работает. Спасибо. Так, пошла серьезная терминология. Да-да-да. Я просто начинаю вспоминать, что же мы делали такого для того, чтобы повысить комплоентность, да, прием препаратов у пациентов. Вот, смотрите, тут очень важно понимать, кто наши пациенты, какая аудитория. Если мы говорим про приложение «Незабудка», которое, собственно, было направлено на то, чтобы напоминать пациентам, принять препарат и так далее. Приложение на смартфонах, соответственно. Вот. И если мы говорим о препаратах, которые направлены на пожилую аудиторию, то здесь это не работает. Потому что люди со смартфонами даже пожилые, в принципе, они по нему только звонят и максимум могут ответить, ну, смс или мессенджеры, если вдруг освоили. Для них вот эти вот приложения дополнительные, очень такая тяжелая тема. Вот. Когда мы говорим, конечно, про более молодую аудиторию, это может работать. Я в нашем бизнес-юнити, да, в нашем дивизионе мы не пробовали такое вот приложение для пациентов, чтобы я могла сказать сейчас результат, да, это работает или это не работает. Но в приложение, наверное, как-то, ну, не знаю, лично я пока не очень верю, потому что я не видела такого прям, такого предложения, которое было бы с моей точки зрения персональной. А может быть, у Байера пока нет такой проблемы, да, вот именно в этой части? В данной ситуации, допустим, незабудка, да, они будут напоминать. Но дело в том, что пациенты просто бросают принимать, они не понимают, что очень важно довести лечение до конца. Или им стало лучше, они просто бросили. Не потому что даже тут нужно, вот чтобы сегодня не забыла, и завтра не забыла, и послезавтра, а чтобы вообще принимал. А еще бывает, когда тебе нужно это принять за полчаса до еды, а у тебя всего есть полчаса, и ты выбираешь принять таблетку или поесть. Конечно, ты поешь. Да, 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 ну тоже такое можно быть. Коллеги, буквально еще один вопрос. Да, вот молодой человек. Напоминаю, не волнуйтесь, если кто-то не задал вопрос, то можете помучить коллег еще в финале после печи. Да, спасибо. Сергей Березуев, меня зовут, мы занимаемся продюсированием диджитал-проектов. Вот был вопрос по поводу сбора команд каких-то под реализацию какой-то боли, да, под решение какой-то боли. Если у вас есть внутри какая-то известная боль, но на нее не приходит никакой стартап, ну никак не приходит, никто не предлагает такое решение, то инициируете ли вы вообще в принципе внутренний стартап и решение этой боли у себя внутри. Ну сбор команды. Вот я попрошу как раз коллег из отдела IT ответить на этот вопрос. Да, добрый день. На самом деле локально иногда мы делаем такие мероприятия, когда мы пытаемся внутрь брейнстормить, но также у нас есть такая глобальная корпоративная инициатива ВСОЛВ, там где вывешиваются грубо говоря вот эти боли и начинается брейнсторминг вообще всей компании глобально. Ну вот как раз вывесили боли, но на эти боли, на какую-то боль никто не приходит, ну никакой стартап не предлагает ничего. Ну здесь мне сложно ответить, не зная результат. Значит она видимо не настолько боль, ну да, сложно сказать. Ну кажется ответа на ваш вопрос нет, но на самом деле вот я могу ответить исходя из практики других крупных компаний, с которыми мы работаем. Сейчас вообще активно набирает тренд, кстати стартапы немножко волнуйтесь, внутреннего предпринимательства. Мы во фри это очень сильно видим, особенно тренд 2018 года, который переходит в 2019. То есть те корпорации, которые по какой-то причине не очень верят в то, что стартапы могут решить их проблему или наоборот узкоспециализированные и считают, что правда никто там не сидит и не пилит какой-то там очень специфический продукт или сервис, они обращаются к теме внутреннего предпринимательства и активно эта тема сейчас идет. Ну даже не на хайпе, а именно с точки зрения там будущего видения как бизнес. Так что вот вот эта штука, отвечая на ваш вопрос, она сейчас активно набирает обороты. Да, вот вопрос еще о Григории. А, Григорий хотел прокомментировать. Окей. Я хотел тоже подвести может быть черту под всеми дискуссиями относительно боли стартапов и нашей работы со стартапами. Скорее всего, если мы выбираем стартап как в качестве нашего такого партнера, да, то мы еще не знаем этой боли явно. Потому что вместе со стартапом мы открываем новую боль для себя, которую мы не могли подумать. И пример Semantic Hub и капсулы, это те компании, которые инициировали в нас внутреннюю дискуссию для поиска боли, которая может быть закрыта там предложением от стартапа. Поэтому от стартапа мы ожидаем инновацию, то, чего еще мы не знали, не видели. Вы можете быть далеки от реальной боли, да, но гораздо быть ближе к ней, чем, может быть, мы сами понимаем. Если у нас есть внутренняя карта боли, скорее всего, это будет нечто, что уже, может быть, на рынке есть, честно говоря, да, и здесь мы скорее склонны искать зрелых поставщиков. Вот. Или переводя на язык free, можно сказать о том, что, коллеги, практикуйте customer development, читайте книгу, спроси маму и в конце концов научитесь проводить проблемное интервью с вашими потенциальными партнерами, бизнес-заказчиками, чтобы вытащить даже то, что, как сказал Григорий, они еще сами, может быть, про себя не очень знают. Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить коллег из Байера, Алексея Гриненко, наши уважаемые стартапы, за ту панельную дискуссию, которая у нас прошла. И попрошу, спасибо большое, друзья. И мы приходим, подходим к кульминационной части нашего мероприятия. Вот я вижу, что ребята от стартапов уже выстроились. Опа. Вот тут есть, надеюсь, работающие микрофоны и работающий кликер. У нас с вами будет интенсивный формат, который будет заключаться в том, что у нас на каждый стартап будет, сейчас будет пич-сессия, каждый стартап делает свою презентацию за три минуты. Мы будем жестко следить за таймингом. Еще будут две минуты на вопросы. И наши уважаемые жюри, которые я сейчас объявлю, в конце будет оценивать решения тех стартапов, которые презентовали свои. Я хотела бы объявить наше уважаемое жюри на сегодня. Это коллеги из Bayer, это коллеги из фондов. Ирина Ильинская, уже нам известная, Digital Marketing Manager, Bayer Pharmaceuticals. Григорий Колесников, IT-бизнес-партнер, Bayer Pharmaceuticals. Максим Айнштейн, руководитель IT по России и СНГ, Bayer. Денис Серегин, глава направления Bayer Digital Farming в странах СНГ. Алексей Мальцев, руководитель мини-фонда предпринимательских проектов Пресид и Сид стадий Альфа Акселератор. Анна Слободенюк, инвестиционный менеджер фонда Tiltech Capital. Дмитрий Кононенко, директор департамента под цифровизацией технологий будущего российско-германской внешнеторговой палаты. Такое даже есть. Александр Чекунов, инвестиционный менеджер Maxfield Capital. Алексей Гриненко, инвестиционный менеджер Free. И еще уже вышеупомянутые сегодня Яна Корзун, старший менеджер под цифровым маркетингу Bayer. И Ольга Бакашина, руководитель группы по разработке стратегии продвижения для специалистов здравоохранения Bayer Consumer Health. У нас сегодня огромное жюри, знаете, коллеги из Bayer. Мне кажется, это уже примерно как у вас вот вице-президенты, которые курируют потом стартапы в Grands for Epsi. Также и на каждый стартап на сегодняшней пич-сессии у вас будет по одному члену жюри. Да, то есть потому что стартапов у нас всего восемь из тех десяти, двое из которых заболели в конечном итоге. Тем не менее, жюри, мне кажется, даже перевешивает. Ну что, коллеги, заканчиваем лирику. И сегодня, как я уже сказала, у нас восемь стартапов. Первым я хотела бы пригласить стартап InSilico и его основателя Рината Нафикова. Это искусственный интеллект для ранних стадий создания лекарств. Ринат, у вас есть три минутки и потом две минуты на вопросы. Раз. Всем привет, меня зовут Ринат Нафиков. Я представляю компанию InSilico. Мы занимаемся искусственным интеллектом в области здравоохранения и делаем это очень хорошо. Просто пару фактов о нашей компании. Фростен Салливан считает нас недавно присудил нам Best Practices Award, как компания, которая задает тон в этой индустрии в мире. А CB Insights считает нас одной из ста самых лучших AI-компаний в мире. Помимо искусственного интеллекта мы очень хорошо развиты еще в биологии и химии. То есть мы такой plug-and-play engine для всей этой индустрии. В отличие от наших конкурентов, которые специализируются к правилам на чем-то одном, это не работает, по нашему мнению, поэтому мы успешны. Все, наверное, много раз видели вот эти цифры про то, что экспоненциально растет стоимость разработки каждого нового препарата. Сейчас это более 2,5 миллиардов долларов и фарма очень не неэффективная индустрия. Более 90% затрат на неокр там просто списывается. Классический пайплайн фарма выглядит как такая гигантская воронка, в которой только из 5 тысяч молекул только одна доходит до рынка. Мы просто этот процесс очень сильно меняем. С нашими моделями мы можем выбрать в самом начале порядка трех, например, молекул и просто предсказать, что как минимум одна из них 100% дойдет до стадии коммерциализации. Мы первые в мире применили способ генеративно-состязательных нейросетей для этой индустрии. То есть мы можем представлять те молекулы, которых в мире еще даже не существовало до нас и точно предсказывать их характеристики, как они пройдут клинические испытания. Недавно с нашим клиентом, а теперь еще инвестором китайской компании ВУШ, это самый крупный в мире CRO, мы сделали челлендж. За 46 дней сделали ту работу, которая у фарма занимает 3 года. У нас очень много коллабораций, помимо того, что мы очень активны в академии. У нас есть несколько контрактов с Big Pharma, у нас есть сделка с GSK, пилот из Navartis и с Johnson & Johnson. У нас такой распределенный очень компания по миру, основные силы в России, но также офис на Тайване, в Америке, в Гонконге, в Сеуле и в Китае. На Тайване у нас намного больше людей уже. У нас очень крутые биоинформатики работают и очень крутые специалисты в области искусственного интеллекта. Это наш advisory board. Просто скажу, что Майкл Левитт — это нобелевский лауреат по химии. Что нам интересно в работе с фармой, это несколько вариантов. Один из — это наша платформа Young.ai, которая дает фарм-компаниям Real World Evidence, то есть ваши пациенты могут подгружать различные данные в свой аккаунт и получать точные характеристики того, как на них влияют те или иные лекарства или БАДы. У нас есть такие проекты в Америке. И drug repurposing, то, что у нас очень хорошо получается с помощью платформы Target.id, которая называется Pandomics. Мы можем просто дать платформу фарм-компании, она может любой точке мира провести repurposing тех всех препаратов, которые у нее есть в пайплане, отвалились на всех стадиях до этого. И это очень хорошо получается. Или мы можем это сделать сами на bounty hunting deals, то, что мы очень любим. То есть мы на свой страх и риск перелопачиваем ваш пайплайн и в случае успеха получаем success fee. Вот, как я сказал, мы очень глобальные. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ренат. Да, мы с трудом вытащили такую звезду к нам на пич, но тем не менее спасибо, что вы с нами. Так, друзья. Это все Кирилл. Это все, да, наши коллеги из маркетинга. Коллеги из Байра, у нас есть пара минут на вопросы. Будем ли мы интервьюировать заморского гостя? Или это достойно там, не знаю, отдельные встречи. А в чем интерес именно с точки зрения коллаборации с Байером, если вы уже коллаборируете с Джонсоном и с Novartis, с JSK? Ну, а почему не корпорироваться, не корпорироваться с Байером тогда? Ну, в чем интерес, что вы можете нового, что вы для себя нового откроете при работе с Байером? Ну, смотрите, во-первых, мы исходим из того, что Байер может получить от этого Байера. Пайплайн совершенно отличается от того, что есть у нашей компании, с которой мы уже работаем. То есть это уже уникальная кооперация получается в любом случае, в случае drug repurposing. А с точки зрения Young AI, ну, это для нас еще и данные, потому что мы эти данные перерабатываем на своих нейросетях и обучаемся все лучше и лучше работать. Еще тогда вопрос опять по коллаборации уже с фармой. Эти коллаборации здесь в России или они со штаб-квартирами этих компаний? Ну, в тех случаях это со штаб-квартирами, то есть в некоторых случаях мы из России начинали и доходили. Вот с Байером мы пока не работали. Спасибо. Коллеги, у нас закончилось время на вопросы. Спасибо большое, Ренат. И следующий проект, проект Human Check, его основатель Руслан Абсалямов, платформа ранней диагностики социально значимых заливаний. Руслан, прошу микрофон. Добрый день, меня зовут Руслан Абсалямов, я врач-онколог, медицинский директор компании Human Check. Благодаря достижениям современной науки люди стали жить все дольше, но тем менее онкологические и кардиологические заболевания до сих пор лидируют в структуре смертности как в России, так и за рубежом. А ведь эти болезни можно было бы остановить, если выявлять их на ранней стадии. Не все об этом думают пока молоды и здоровы, но становится все больше тех людей, которые готовы инвестировать в свое здоровье, но их ждут некоторые подводные камни. Как выбрать оптимальную стратегию сохранения здоровья? Как выбрать между устаревшими и неэффективными, неудобными диспансеризациями и частными клиниками, где сложно разобраться в многообразии насыщенных неэффективными и бездоказательными дорогостоящими медами обследования коробочными предложениями? А ведь каждому человеку нужна индивидуальная программа обследований. Представляем вам платформу ранней диагностики социально значимых заболеваний Human Check. Мы изучили последние научные доказательства пользы тех или иных медов диагностики, которые используются на Западе, убрали все бездоказательное, неэффективное и разработали интерактивную анкету, которая с помощью выявленных факторов риска и особенностей здоровья позволит сделать для каждого индивидуальную программу обследования, как сделал бы это очень грамотный и честный врач. У нас нет никаких программ мини, оптимум, премиум, есть только один продукт для каждого нашего клиента Human Check с возможностью выбора клиники рядом с домом или работой. Все это уже работает на нашем сайте humancheck.ru и наши клиенты уже дают нам положительную обратную связь. Это также экономит время и деньги, и нам начали доверять компании, которые заботятся о здоровье своих сотрудников. Что дальше? Мы разрабатываем платформенные решения, где есть автоматизация добавления новых клиник и алгоритмы рейтингования. Также мы развиваем marketplace с возможностью добавления смежных сервисов, как собственных, так и в партнерстве с единомышленниками. Но самое интересное для нас это развитие алгоритмов, расчеты рисков развития социально значимых болезней и формирование предикторных моделей обследования и мониторинга здоровья, используя данных наших пользователей и алгоритмы машинного обучения. Это позволит каждому нашему клиенту выбрать оптимальную тактику сохранения здоровья. И это также очень интересно для наших корпоративных клиентов, где здоровье сотрудников является ключевым приоритетом. А наше решение позволяет экономить средства на поддержание здоровья ключевых сотрудников и повышать их лояльность. Мы начали наш проект в сентябре 2018 года. В октябре получен посевной раунд от фонда телтехкапитал в размере 6 миллионов. Монетизация это получение платформной комиссии от наших клиник партнеров, что позволит нам выйти на нулевую окупаемость к концу 2019 года. Наша команда обладает всеми ключевыми компетенциями для реализации этого проекта. И сейчас ищем инвестиции под развитие в размере 30 миллионов рублей. Наши контакты, пожалуйста, здесь. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Буду рад ответить на ваши вопросы. Вы решили убить двух зайцев, продать продукт и тут же денег попросить. Обычно мы так не рекомендуем. Посмотрим, как это зашло сегодня. Коллеги из жюри, есть ли у вас вопросы? Если есть вопросы, то тогда прекрасная девушка с микрофоном сейчас же прямо подойдет и не будет далеко стоять. Да, вот Алексей. И этой девушкой сегодня буду я. Спасибо. Можешь сформулировать еще раз свою ценность? Потому что я не очень понял, ты повышаешь количество клиентов для клиник или ты понижаешь стоимость лечения для людей? Вот основная твоя ценность. Что ты несешь и за что ты получаешь деньги? Основная ценность, что мы даем каждому человеку возможность честного взгляда на свое здоровье не обманываться в большом количестве корпоративных предложений в частных клиниках, а получить индивидуальную программу. Это вообще очень классный дискейс. То есть тебе платит человек? Ну, собственно, да. Мы к этому идем, чтобы вы платили прямо на нашей платформе. Пока это еще технически не реализовано, но это ближайшие планы. Можно такой вопрос? Вот я, например, как B2C клиент, не могу понять, а на каком основании вы выбрали именно те способы диагностики, которые вы посчитали нужными, а другие вы отсеяли? А может быть вы отсеяли какой-то способ, который, например, в моем случае бы что-то выявил? То есть откуда, ну, компетенция? Почему я вам должен поверить? Ну, хорошо, да. Мы используем самые, как бы, доказательные вещи с уровнем A1. Это скрининговые популяционные исследования на сотни тысяч людей. У нас в России, к сожалению, нет рекомендаций по скринингу, нет его реализованного в принципе. Он есть очень апартаментически, где-то что-то есть, где-то чего-то нет, но в принципе он не работает. У людей нет такого предложения, где бы им позвонили, сказали, слушайте, приходите, мы вам сделаем обследование, и это поможет вам не умереть от такого-то рака. Этого нет, а на Западе есть. И эти практики уже эффективны, и это доказано в рандомизированных клинических исследованиях на сотни тысяч людей. Экспертиза, ну, можно ознакомиться со всеми этими исследованиями. Да, все верно. Так, вопрос от коллег из Байера. И развиваем как бы наши алгоритмы на основании наших данных, чтобы эти best practices укреплять. У меня вопрос. После того, как пациент провел этот скрининг, да, ему какие-то результаты дали, ну, например, там, не знаю, вероятность наступления такого-то заболевания или что-то диагностировали, дальше он с этими результатами идет к врачу? Да, это очень хороший вопрос. Да, естественно, он идет к врачу, но мы хотим работать с этими данными, и мы сейчас как раз-таки на пороге принятия решений, либо разрабатывать собственную электронную медицинскую карту, что долго и дорого, либо выбора смежных компаний, которые уже это реализовали, использовать их как аутсорсинг и возможность иметь доступ к этим данным. Ну, просто потому что, как бы, врач, да, увидев эти данные, ну, такой справедливый вопрос, это что, откуда у вас это и почему вы решили, что у вас вот именно вероятность, я не знаю, или заболевание такое-то. Просто как он дальше врач будет лечить, да, у меня, ну, немножечко... Врач просто должен увидеть результаты, и он уже на основании этих результатов должен принимать решения. Мы планируем внедрять наши паспорта здоровья, чтобы каждый наш клиент получал уровни и угрозы того или иного развития событий и рекомендации к действиям. А наши смежные сервисы позволят их маршрутизировать по нашим клиникам-партнерам, с которыми мы работаем. Ну, соответственно, врач должен знать, да, откуда получены эти данные, и что он им может доверять, и все, но это так и есть, да, сейчас реализовано, то есть врачи знают, они доверяют, они говорят, да, я полностью доверяю результатам анализа и назначаю вам лечение такое-то. Ну, как правило, да. Ну, это, конечно, в идеальном мире есть врачи, которые некомпетентны просто, но мы стараемся с такими не работать и получать в отношениях. Не в компетентности, не в... Дело в доверии к данным? Да. Ну, это же данные, которые получены, анализы в лабораториях, да, ультразвуковые или рентгенологические исследования, они репрезентативны, их можно посмотреть, с ними можно ознакомиться. Если у врача возникнут какие-то сомнения, да, конечно, я как практикующий онколог, ну, если будет подозрение на рак, я отправлю на компьютерную томографию. Это репрезентативное исследование, которое можно посмотреть самому, которое можно обсудить с коллегами, получить второе мнение. Мы в любом случае развиваем консьерж-сервис для наших клиентов и даем возможность им и проверить, и получить второе мнение, и даем маршрутизацию на врачей, которые занимаются лечением конкретной патологии. Но я просто не стал рассказывать в рамках трехминутного питча, но мы этим тоже занимаемся. Спасибо большое, Руслан. Спасибо. И у нас следующий проект. Вадим Блинов. Спасибо за внимание. Проект Биномикс. Это оцифровка медицинских карт, биомедбаза данных для анализа диагностики искусственным интеллектом. Вадим, у вас три минуты. Раз, раз. Здравствуйте. Рад предложить вашему вниманию проект Биномикс. Хотел начать с истории своей личной, но буду короче, чтобы сфокусироваться на главном. Так получилось, что наш проект попал в главную болевую точку заказчика этого мероприятия. Мы создаем цифровые медицинские карты, медицинскую базу. Это Биномикс, биомедицинская база данных, интерактивная платформа, куда любой пользователь загружает свою в цифровом виде медицинскую карту. Кабинет примерно выглядит для пользователя так. Сейчас он пока визуально не совсем корректен. Данные будут читабельны для исследовательских лабораторий, для профессионалов отрасли. Стандарт обмена нам порекомендовал использовать Московская информационная медицинская система. Пользователь может безопасно хранить. И предоставлять доступ, а получать заключение, рекомендации, участвовать в исследованиях. Да, читать я также умею, но мне хочется, конечно, все это оживить. Почему-то от волнения у меня... Ничего страшного. Друзья, давайте поддержим нашего коллегу, поддержим Вадима. Выступать публично очень тяжело. Поэтому спасибо, Вадим. Договорите своими словами. Вы меня просто воскресили своими аплодисментами. Большое спасибо. Мы же на мероприятии Bayer. Если будут вопросы по содержанию самой базы, я отвечу на вопросы. Мы хотим очень быстро расти. У нас есть уникальные авторские технологии лидогенераторы. Это технология-модуль ДНК бесплатно. Позволяют любые услуги, даже лабораторные, инвитро и ДНК-тесты, бесплатно для пользователя. Онлайн-клиника также бесплатна, в том числе постановка диагноза. Мы будем быстро расти не только благодаря этому, но еще есть у нас третий вариант. Он биржа биологии РоботЕва. Но весь этот проект сконцентрирован на исследовании, потому что мы растем как раз из своей лаборатории исследовательской. В 2017-2016 году мы сделали старт. У нас есть книга, у нас есть при СИО 70 тысяч долларов в прошлом году. Расти мы будем быстро. Вы смотрите за нами, будет интересно. Наша команда имеет все компетенции. Сирийный предприниматель наука, представитель в Индии, программист. Время у меня закончилось. Большое спасибо. Нам вас интересует все, что вы нам дадите. Я, наверное, попрошу от коллег, чтобы вы конкретно, если сфокусироваться конкретно, ваш оффер или ваш запрос к коллегам из Байера. Сегодня мы на мероприятии Байера, поэтому ваш запрос к ним. То есть менторство понят, что вы хотите попасть в программу, например, Grants for Apps и потестировать какие-то свои гипотезы в рамках этой программы. Чуть больше конкретики. Да, мы хотели бы запустить пилот с компанией Bayer. Нам нужно отформатировать вот эти фармакологические исследования, отточить технологию, чтобы нашим сервисом все исследователи могли пользоваться удобно, комфортно, без проблем. Коллеги, кажется, что у Вадима действительно интересный проект, но ему точно нужно будет помочь вытащить некую ценность и сформулировать, в том числе при помощи коллег из Байера. Есть ли у вас вопросы по технологии, может быть, по формату использования? Уважаемые коллеги, уважаемые члены жюри, есть ли вопросы? А вот у Григория есть вопрос. Григорий, как человек, который много работает со стартапами, точно знает, что спросить. Ну, интересно узнать, текущую бизнес-модель есть или нет, потому что я вижу баланс там какой-то слева внизу. Кто-то уже платит, какой-то средний чек, за что ли? Текущая бизнес-модель мы будем зарабатывать с представителями, здесь есть компания Atlas, DNK.com, Invitro. Мы будем их отделами продаж, будем зарабатывать на то, что мы будем поставлять им клиентов. Но пока еще нет, да? С 2016 года мы очень слабо, конечно, развивались. 600 продаж в год, DNK, лаборатория, мы клиентов туда командируем, они покупают нашу панель. Мы сами разработали панель, маркеры старения, тестируем питание, диеты, все, что связано с болевой и со старением. То есть наш проект был изначально с 2016 года, это открытое долголетие. Сейчас мы пересделали ребрендинг, будем все наши команды, проекты на одной платформе Binomics реализовывать. Спасибо большое. Коллеги, кажется, вам точно нужно пообщаться там и более подробно узнать про решение, потому что в рамках короткого питча это сделать бывает достаточно сложно. Вадим, вам спасибо большое. Друзья, и у нас следующий проект, это проект MedBot, Вадим Закиев, мобильная онлайн-платформа автоматизированного дистанционного введения пациентов с хроническими заболеваниями. Добрый вечер, я представляю ему платформу для удаленного сопровождения пациентов MedBot. Проблема комплайенса на самом деле актуальна не только для фарма, но и для клиник. И доход, который может получать клиник из каждого пациента из-за низкого комплайенса снижается. Собственно, в том числе, вернее, правильно сказать, что LTV снижается. И мы предлагаем платформу, которая представляет, с одной стороны, банальную систему напоминания, но, с другой стороны, эти напоминания формируются автоматически на основе клинических рекомендаций. То есть выполняется главная задача — это уменьшение участия врача, но при этом пациент привязывается к клинике. И все результаты анализируются искусственным интеллектом, и врач только тогда, когда нужно связывать со своим пациентом через медицинский сервис. В том числе он видит, когда принимал лекарства пациента и когда его не принимал, и может, например, предложить ему дополнительную консультацию, что также увеличивает доходы клиники. Как мы собираемся реализовывать этот продукт? Собственно, мы планируем работать по B2B-модели через подписку. Основным потребителем являются все-таки, наверное, частные клиники, уже на втором месте это государственные, и просто клиника привязывается к его пациенту. Он получает визитку, скачивает приложение и активно пользуется. Мы примерно расчетом, что это может увеличить где-то процентов на 30 дохода клиники, полученные с каждого пациента. Надо отметить, что наш проект находится на ранней стадии развития. Мы создаем прототип. Из успехов это только фонд программы «Умник», фонда «Бортника». И наша главная задача сейчас — это разработка полностью MVP, закончить разработку и заключить пилотные договоры. У нас команда из врачей и IT-специалистов. И что нам нужно? Нам все-таки в первую очередь нужно менторство и акселерация. Некоторые инвестиции для создания коммерческой версии. И мы бы хотели, чтобы было некоторое партнерство, помощь в поисках партнеров с клиниками для заключения пилотных договоров и пилотов, соответственно, тоже. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вадим. Коллеги, жюри, есть ли вопросы? Так, вопрос у Григория. Вы уже пробовали продать свою идею в клинику? Еще нет. Хорошо. А на какой стадии у вас решение? То есть MVP, но в какой степени готовности? MVP находится в стадии разработки. Буквально вчера я говорил, что программисты готовы заделать за неделю. А у меня, наверное, вопрос в дополнение к Григорию. Скажите, а вы когда проектировали этот сервис, вы с кем-то из клиник говорили? Я говорю в первую очередь с врачами, потому что мы боялись, что врачи не воспримут эту идею. А что вам сказали врачи? Врачи сказали, что им нравится эта идея, и они готовы будут ей пользоваться. Напомните мне и моим коллегам на выходе обязательно подарить вам книгу «Спроси маму Роба Фицпатрика», которая помогает в том числе лучше диагностировать запросы врачей и медицинских клиник. И я уверена, что ваш проект будет отлично развиваться. Спасибо большое. Вадим Закиев, проект MedBot. И следующий проект. Алексей Дубасов, проект «Биогеном». Первая в России многофункциональная медицинская платформа на базе искусственного интеллекта «Биогеном 2.0». Всем добрый вечер. Меня зовут Дубасов Алексей, я основатель бизнеса «Биогеном». И я верю в то, что… Куда надо нажимать? Правильно я на стрелочку нажимаю? Вот на эту. Вы, наверное, тот, кто не был у нас на прогоне. Да, я не был у вас на прогоне. Так вот, я верю в то, что будущее медицины предиктивное. То есть это такая медицина, которая выявляет те изменения в организме, которые только приведут к заболеванию. Как известно, я не был у вас на прогоне. Право стрелочку и можете рассказывать. Если что, коллеги сейчас помогут. Мы можем даже поработать человеком-кликером. Нет, вы мне… У нас есть функция волшебного человека-кликер. Куда нажимаете? А вы рассказываете. У меня ничего не получается. Так вот, как известно, три группы факторов влияют на здоровье человека. Генетические факторы, внешне-середовые факторы и факторы образа жизни. И также мы еще берем как текущее состояние здоровья для того, чтобы… Это как бы отправная точка, от которой мы считаем риски развития заболеваний. И наш искусственный интеллект, он позволяет прогнозировать состояние здоровья, исходя из этих четырех факторов, на горизонт до 10 лет. Как это работает? Искусственный интеллект представлен на онтологической базе знаний и механизм распространения Ризонер. Медицинские данные пациента попадают. Медицинские данные – это лабораторные исследования, функциональные исследования, генетические данные. Данные факторы образа жизни заходят в искусственный интеллект. И дальше мы формируем для него персональный отчет, который состоит более чем из ста книг. Мы оцениваем его здоровье по тысяче показателям. И мы оцениваем риски возникновения заболеваний. И самое главное – мы даем медицинские примитивные рекомендации, которые нивелируют эти риски или снимут их совсем. Это так представлена наша база знаний. Это более нескольких десятков тысяч взаимосвязей. Кто наш клиент? Наш клиент – это человек, который… Это уже из опыта из нашего. Который не хочет менять привычек, но в то же время хочет продлить свою здоровую и качественную жизнь. Поэтому, в общем, наше исследование привело нас к тому, что где-то наш потенциальный объем рынка – это около 23 миллионов человек по всему миру. Кто наши партнеры? Партнеры – это конкуренты и партнеры. Почему конкуренты и партнеры? Конкуренты, потому что есть компании, которые тоже говорят про риски развития заболеваний. В первую очередь, это генетические компании. Почему партнеры? Потому что мы можем предоставить им наш сервис, который позволит им обрабатывать медицинские данные своих пациентов и добавлять ценность для своего бизнеса и для бизнеса пациентов, если эти данные, данные их пациентов, совместить генетические данные, данные текущего состояния здоровья и так далее. Ну вот мы получили грант фонда Бортника, вложили еще своих денег, и мы продаемся, ну где-то год, и мы продаемся только в одном городе. Мы тестировали каналы продаж, и нам кажется, что наконец-то мы нашли тот канал продаж, который нам продает, и у нас есть небольшая локальная сеть. Планы по развитию — это выход на начало продаж в городах миллионников. Из интересного, мы хотим для тех, кто не хочет менять свой образ жизни, но хочет быть здоровым, создать капсулу здорового долголетия, и мы планируем сосредоточиться на антиэйдж-программам для женщин старше 40 лет. Нам кажется, это очень хорошая целевая аудитория. После 40 это еще не антиэйдж? Ну честно. Девушки, поднимите руку кто-нибудь. Можно и обидеться. Антиэйдж-программа — это как раз программа, которая воздействует на здоровье, на органы и системы органов, благодаря наличию тех полезных для конкретного организма. Пола шутка, Алексей. Спасибо. И ваше предложение Байру. Наше время вышло, и ваше предложение Байру. Что вы хотели бы получить от коллег в рамках нашего сегодняшнего дня? Мы бы хотели получить менторство, мы бы хотели поучаствовать в акселерации вашей замечательной программы, но я ее сейчас не выговорю, как она у вас правильно называется. Грандс-фор-апс. Да, грандс-фор-апс. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей. А если… Да, вот я уже вижу вопросы у коллег. Скажите, пожалуйста, а в основном вот это все-таки генетически обусловленные истории? Ну, чтобы совсем просто сказать, это, скажем так, в направлении эпигенетики. То есть и жизнь, и жизнь тоже факторы… Да, мы оцениваем генетические факторы, мы оцениваем факторы образа жизни, мы оцениваем внешнесредовые факторы и берем текущее состояние здоровья как базовую точку, от которой рассчитываем риски. Понятно. А можете какой-то рейтинг, кроме кардио-онкологии, что в топе будет, я не знаю, первые три спонтанно? Рейтинг чего? Рисков? Нет, терапевтические области чаще всего распространенные. Ну, у нас эндокринология. Эндокринология. У нас йод-дефицитный регион, и, может быть, я там обусловлен. А вы откуда? Город Пермь. Понятно, спасибо. У меня такой вопрос. А есть какой-то прототип? Как выглядит эта платформа? Ну, то есть интерфейс. У вас есть презентация? Смотрите, значит, мы продаемся. Это только через клиники партнера сейчас, через медицинские центры. Мы не можем, ну, точнее, мы можем, но мы пока этого не делаем. У нас есть личный кабинет пациента, у нас есть личный кабинет врача, но он у нас не открыт, и человек просто зайти туда и занести свои данные не может. Мы должны соответствовать закону о хранении персональных медицинских данных и так далее и тому подобного. У нас, ну, сейчас мы просто в эту историю не вкладывались. Мне кажется, вам точно стоит об этом отдельно поговорить и подумать по поводу, какие могут быть варианты использования там допиливания или еще чего-то еще. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. И у нас следующий проект, наконец, это проект в области фармы. То есть мы так чуть-чуть и фарму затронули. Это Анатолий Павлов, проект Innovatica Agro. Да, прошу прощения. Анатолий Павлов. Название стартапа Innovatica Ecologia. И краткое описание. Это предотвращение вторичного засоления полей при мелиорации. Добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, поблагодарить хочу за предоставленную возможность. Но я тоже не был на прогоне. Надо попробовать посмотреть. Я с Саратова, с Волги. Значит, вашему вниманию предлагает цифровая платформа для обстроения модели цифрового георазреза из-за соления в мелиорации с помощью создания цифровой... Вниз. Вести штатного человека кликером. Мы можем это сделать. Коллеги, помогайте. Какой вниз? Да. Кирилл, предлагаю поработать тебе человеком кликером, чтобы коллега не тратил драгоценное время. Значит, такая цифровая платформа предлагается. Только это уже следующий сайт. Значит, смысл какой? Что вот есть такая проблема, о которой в Байере хорошо в своем докладе говорит... Денис Серегин. Да, Серегин. О том, что нужно использовать для улучшения плодородия почвы современной технологии и мелиорации. Но вот при мелиорации, если на глубине под землей находятся солевые мертвые пласты, то при переуложнении из-за соленых горизонтов соли поднимаются наверх, и получается то, что мы видим, пустыня. В Саратовской области, например, была программа мелиорации, при которой половина полей очень быстро перевели в солончак. И таким образом мы предлагаем электромагнитное зондирование, что оперативно, без бурения скважин, позволяет проводить и диагностику, и мониторинг наличия этих пластов и смотреть, как продвигаются эти соли горизонтом. И выбирать таким образом, с учетом осадков и ситуации с подземной разумный режим полива. Для того, чтобы без вмешательства человека земли были плодородны. Ну, носителей можно, два варианта под эти вещи. Российские есть и китайские. Значит, наша технология на порядок превышает известные. Мне тоже хочется похвалиться, что нас пытались повторить программу НАСА при зондировании Марса, в Гарвардские университеты, во Франции Шлюмберже, в Канаде Геотех, Российские технологии Новосибирского академгородка, например, или Иркутска. И наши исследования и результаты на порядок превышают по сравнению с конкурентами. Значит, кроме эффектов, такие кроме предотвращения вторичного засоления, можно принимать решения к целевому клиенту по приобретению и продаже земель. Например, можем заранее сказать, как долго проживет это поле. Если соли подошли близко к поверхности, ясное дело, что не нужно покупать такие. И услуги миллиараторам по диагностике, мониторингу. Анатолий, у нас прям заканчивается время, поэтому прошу вас ускориться. Короче говоря, все, что находится под землей, лучше нас никто этого не может посмотреть. Работа, испытание, оборудование было с высоким разрешением по договорам с ХОСРЖД на Ульшовской нефтебазе по зараженности нефтепродуктами в крыльцу зоны Якутии для поиска разведки хорных и распространенных месторождений алмазов. И все-таки ваши предложения к коллегам из Байра, то есть вы пришли для того, чтобы... Мы пришли для того, чтобы, во-первых, на известных им объектах убедить их о том, что мы на то, что претендуем, то, что у нас и получается. То есть на миллиарированных землях, на неизвестных для нас объектах нарисовать картинки, совпадающие по параметрам с бурением на единицы процентов. И что можно использовать эти данные, для... А есть ли с точки зрения бизнеса, есть ли какой-то оффер конкретный, как это могут использовать коллеги из Байра, чтобы сделать что-то в рамках своего агронаправления? Значит, если мы покажем им, что мы умеем действительно то, на что мы претендуем, в развитии этого есть и поиски пресных вод, и, значит, диагностика, мониторинг засоления этих горизонтов. Нам хочется еще и знать больше, что им интересно, потому что вся геофизика, мы просто фактически предлагаем новую геофизику. Спасибо большое. Спасибо большое, Анатолий. Есть ли вопросы у коллег из жюри, может быть, там по деталям, Денис, раз уж вас назвали, да, там, вы просто, мне кажется, обязаны на эту тему дать комментарий. Да, еще раз добрый вечер. Ну, наверное, не вопрос, потому что сейчас, ну, как бы, а скорее комментарий, да, то есть, ну, вы расположены в регионе Саратов, это тоже один из важных сельскохозяйственных регионов, то есть, ну, скажите, тогда вопрос, вы с кем-то из сельхозпредприятий работали? Хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что у нас там есть и аграрный университет, и у нас есть институт мелиорации. Значит, я делал, обращался на две кафедры в аграрный университет. Поначалу реакция очень активная, да, это очень нужно, это очень интересно, потом мгновенно меняется ситуация. Я написал два письма в институт, вернее, в министерство сельского хозяйства. Вот мы предлагаем такой инструмент, который может позволить продлить жизнь, для полей в мелиорации. Я прошу прощения, у нас просто ограничен тайм. Анатолий, и получил ответ, что нам это не нужно. Конкретный вопрос. Вы с агропредприятием работали, потому что Минсельхоз и ВУЗ, это все-таки, ну, немножко другие, так будем говорить, организации, а собственникам таких земель, то есть те, кто непосредственно работают и выращивают, вы работали, пытались? Вот мы как раз, и вот картиночку я вывел, почему сюда? Потому что те объекты, на которых мы работали, по параметрам, они аналогичны, по моим сведениям, как раз полям, да, мелиорации, расположение по уровням, по минерализации, но на объекты, отвечаю, не работали. Вот мы и хотим как раз, если Байер это интересно, чтобы нам помогли выйти на эти поля, на объекты, для того, чтобы на реальных объектах, уже полях, а не на тех объектах, которых мы работали, убедить и показать, что этот инструмент работает и интересен. Анатолий, спасибо большое. Мне кажется, что находясь в вашем регионе, ну, там, вам даже в какой-то степени проще дотянуться до конкретных предприятий, нежели к коллегам из Байер, да, то есть и... Это заблуждение. Я прошу прощения. Почему? Потому что мы подали... Можно минуту, 10 секунд? Мы подали... У нас в Саратове ежегодно проходят саратовские салоны инноваций и изобретений, да. Мы подали туда три проекта, в том числе и вот данные, да. И он выпал из наших докладов. Я написал письмо министру. Почему? Вот в такой ситуации, когда это очень актуально, половина полей ушли в Солончак, а проекты... Присудили первый приз, кстати, поливальной машине фрегат, которая эти поля переводит как раз, потому что платили зарплату с кубометра вылитой воды. Дожди льют, поля поливают, и Соли поднимают. Спасибо большое, Анатолий. Я думаю, что мы сможем обсудить это отдельно, еще дополнительно. У нас просто очень жесткие тренинги. Ну, то есть пока там противодействие... Пока еще не не общает. Очень активное место поддержки, активное производительство, потому что пока нет инструмента, нет за что отвечать, что тысячи гектаров полей переведены в Солончак. А будет инструмент, могут спросить, а почему не пользуетесь? Согласна с вами. Спасибо большое. Это был Анатолий Павлов проекты «Новатика. Экология». Спасибо. И следующий проекта Михаил Гетьман. «Цифровое CRO для проведения клинических и наблюдательных исследований». Возвращаемся в Digital Health. Добрый день. Я хотел пошутить, что я инноватор предыдущей модели, но все узлы работают. Уважаемые коллеги, я рад представить вам первое онлайн-CRO. enrollme.ru Я 30 лет в фармацевтическом бизнесе и хорошо знаю проблемы. Мы искали решение, и мы нашли решение для тех проблем, которые заботят фарму каждый день. Клинические исследования, почему так дорого, почему так долго, есть ли возможность ускорить, есть ли возможность улучшить охват. Проект адресован существующим потребностям фармы. Уже сейчас на первых исследованиях мы показали, что мы можем снизить общие затраты на 20-25%, и сегодня в enrollme, я скажу об этом немножко дальше, уже самый широкий охват врачей и исследователей. Несколько ключевых слов, которые наполнены для фармацевтов сакральным смыслом, это compliance, это GCP, это бизнес-процессы, защита данных, митигация рисков и так далее. Все это в совокупности есть в enrollme, и мы считаем это своим конкурентным преимуществом. Мы начали проект в самом конце 2017 года, начали увлеченно, и запустили бы его к июню прошлого года, но увлеклись, пошли дальше, сделали новые маршрутные алгоритмы, создали собственную EDC, позволяющую создавать электронные карты в привязке к конкретным исследованиям, дневники пациентов и так далее, и запустили проект 25 ноября. За два с небольшим месяца мы получили уже интерес рынка такой, что в сети врачи с совокупным потоком пациентов уже в 300 тысяч человек в год. К концу 2019 года это будет больше 2 миллионов человек в год. У нас есть хороший месседж для инвесторов, у нас есть хороший месседж для фармы. Вы все все это видите, мы знаем барьеры, мы знаем, что в частности в Байере решение по регуляторным исследованиям принимается в штабе, но вы проводите здесь наблюдательные исследования, которые находятся на границе интересов маркетинга и R&D. У вас также есть трудности с набором пациентов, мы эти проблемы можем решать. Я уже сказал, что я больше 30 лет в отрасли, я основатель, инвестор этой компании, наша команда включает в себя специалистов в области клинических исследований, право, программирование и так далее. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Михаил. А коллеги жюри, есть ли вопросы? Да, Григорий. Леди ферста. Спасибо. Уточните, пожалуйста, а у вас как много врачей в вашей базе? И может быть, есть какие-то фокусные области? Или вот какая структура? Дело в том, что мы начали регистрацию в конце ноября. Сегодня у нас ежедневно регистрируется 20-30 врачей сами. То есть мы проводим активное продвижение в социальных сетях. У нас есть директ-мейльная рассылка, есть еще ряд фокусов. И это врачи, которые сознательно идут работать. То есть это сеть не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы поработать. Сегодня у нас 1800 человек из специальностей. Дело в том, что каждый врач может быть носителем нескольких специальностей, и у него несколько потоков пациентов. Мы не фокусируемся на определенной области, то есть сейчас все это происходит рандомно. Сегодня у нас врачи из 81 города России. То есть, в общем, довольно широкое покрытие для наблюдательных исследований. Оно, в общем, достаточно выразительное. Спасибо. И у Григория еще был вопрос. Нет? А, он уже... Да, вот. У меня вот такой вопрос. А как вы верифицируете врачей? И как происходит процесс принятия решения, что вот эти врачи конкретно участвуют в том или ином исследовании? У нас три уровня верификации. При регистрации мы проверяем то, что это врач, он работает в определенном медицинском учреждении, но мы не можем быть уверены, что, допустим, регистрацию не произвела бабушка этого врача, потому что она происходит дистанционно. Когда врач кватирует свое участие в исследовании, мы заключаем с ним договор. Дело в том, что это одно из преимуществ НРОМИ. У нас все прозрачно, комплайенс, все по договору, мы платим все налоги и так далее. Мы уже видим конкретно, кто этот человек. Мы изучаем его. Если речь идет о том, что врач участвует в наблюдательном исследовании, то мы, естественно, убеждаемся в том, что у него есть сертификат курсов GCP, что он, допустим, принимал участие в каких-то других исследованиях и обладает надлежащим опытом. И четвертый уровень, это уже мониторинг собственно работы врача в ходе выполнения заказа. Спасибо. Ирина, ваш вопрос. У меня такой вопрос. Данная, ну, ваша платформа, она позволяет посмотреть историю пациентов с определенной нозологией, да? Я не знаю, там, ретроспективно, если мы посмотрим там год-два назад, как, допустим, они принимали какой-то препарат и как это все вот у него проходило. Нет только? Нет. Нет такой возможности. Ладно. Спасибо большое. И, Алексей, заключительный вопрос. От меня, как такой больше бизнесовый, а сколько у вас сейчас, здесь, здесь, сколько у вас сейчас подписаны контракты, есть ли они, и есть не секрет, сколько вложили уже в разработку? Да, у нас два заказа, собственно, они все пришли в феврале, оба заказа пришли от CRO, которые нуждаются в усилении инроллмента, потому что отстают от графика, им грозят санкции от заказчиков. Тем не менее, у нас пять заказов, в том числе от одной компании Большой Фармы, находятся в стадии разработки. Но, повторюсь, что я знаю барьеры, знаю, как это долго, как сложно пройти через определенный консерватизм. На сегодняшний день в проект я вложил свои средства, около 12 миллионов, и мы в марте поднимаем раунд. Ну что ж, отлично. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. И финальный проект сегодняшнего мероприятия, сегодняшний питч-сессии Оксана Потолковская, сервис «Мое здоровье». Это онлайн-платформа, представляющая возможность онлайн-записи к врачу в государственной поликлинике по полису ОМС. Здравствуйте, меня зовут Оксана, я представляю, я директор по развитию онлайн-платформы «Мое здоровье». Знаете ли вы, что удалить зуб мудрости можно бесплатно, а за лекарства детям тоже можно не платить и получить их бесплатно. «Мое здоровье» делает сложную государственную систему здравоохранения понятной и удобной. Мы рассказываем людям о том, как им лечиться и как заботиться о здоровье бесплатно по программе ОМС. Мы взаимодействуем с тремя группами общественности, это государство, это фармкомпании и это наши пользователи. А мы являемся своего рода буфером и связующим звеном между ними. Мы создаем удобные сервисы, которые объединяют наши целевые аудитории и помогают решать их проблемы. Например, это удобный сервис онлайн-записи к врачу в государственной поликлинике, это задания, за выполнение которых пользователи получают баллы, это ежедневные советы и лайфхаки о здоровье, о системе ОМС. Мы запустили, мы запустились в мае 2018 года и на текущий момент мы привлекли 670 тысяч долларов инвестиций. У нас 13 регионных партнеров и более 45 тысяч зарегистрированных пользователей на платформе. В 2019 году мы запускаем регионы, все регионы и планируем запустить программы здоровья и профилактики. И также мы бы очень хотели запустить совместную программу с Байер. Программы позволяют, поскольку программы позволяют четко сегментировать аудиторию, это позволяет очень точечно продвигать препараты. Например, возьмем программу ведения беременности онлайн и лекарственное средство Левит Пронаталь. Программа рассчитана на 9 месяцев и предполагает, что будущая мама беременная ежедневно проводит в приложении определенные активности, то есть она ведет дневник своих необходимых показателей, она получает там ежедневные персональные советы, рекомендации, образовательные материалы, получает видеоконтент, также она проходит там тесты, выполняет задания, получает за них баллы. Коммуникацию с этой будущей мамой мы строим через интерактивные форматы, такие как сторис, лонгриды, тесты, баллы. Очень важно, что мы работаем по CPA-модели, и поэтому оплата проводится за определенное действие, например, за активацию программы, в рамках которой пользователь имеет определенное количество нативных касаний с брендом через наши рекламные инструменты, за переходы на страницу препарата в онлайн-аптеке, либо на страницу социального проекта, если мы говорим про движение социальной миссии компании. Также мы предоставляем аналитику наших пользователей по более чем 30 показателям. Основатель платформы Эрик Бравко, это член общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, учредители, это директора таких компаний, как Рексофт, Крок, ВТБ и экс-вице-президент Сбербанка. Наша команда состоит из разработчиков, маркетологов и аналитиков. Спасибо за внимание, буду рад ответить на ваши вопросы. Зачем вам здесь байр один вопрос? Извините. Ну, я же сказала. Спасибо большое, Оксана. Вопрос от коллег. Ой, прошу. Скажите, а какие основные выгоды для потребителя, для беременной? Да, спасибо за вопрос. Беременная женщина, как мы уже, как вы уже сказали, что это человек, которому нужно много мнений, нужно постоянно ответы на вопросы, она боится остаться одна там со своими вопросами, ну, потому что к врачу тоже иногда, если там женщина ходит к врачу по ОМС, это тоже не всегда, ты к нему можешь попасть. А приложение, как раз, и это программа ведения беременности, ну, все эти проблемы решают, она становится твоим другом, где ты получаешь каждый день советы, рекомендации на любые вопросы, которые тебя интересуют, поскольку эта программа разработана совместно с врачами. То есть, ты это все можешь добавлять в закладки, ты постоянно получаешь какие-то там напоминания, а также о витаминах, которые нужно принимать. То есть, тебе все, все, все там рассказывают в формате stories, в формате видео, в формате лангридов, в формате тестов интерактивных. То есть, ты получаешь информацию в таком очень приятном и нативном виде. Можно уточнить, а вот этот контент, вы его самостоятельно производите? Да, ну, да, да, контент самостоятельно. И это же может жить в любой отрасли, ну, как бы, не обязательно с беременными женщинами. Я просто, я могу вернуть, программы, которые мы разрабатываем, они, это одна из программ, то есть, это программы для мам с детьми от нуля до трех, это программы профилактики определенных заболеваний, сопровождение диабета, профилактика меланомы, профилактика рака молочной железы. То есть, у нас несколько программ, которые мы планируем запустить. Пару уточнений. Как вы собираете эту аудиторию? Аудиторию под каждую программу? Да. Ну, это, у нас много маркетологов, ну, мы понимаем, да, где эта аудитория находится, как ее привлекать. У нас посчитана, в принципе, конверсия даже, то есть, у нас посчитана общая аудитория, которая потенциальная программа, и посчитана конверсия, конверсия, то есть, сколько людей, мы минимум, максимум предполагаем, что они загрузят эту программу. А у вас уже есть реализованные проекты с фармой какие-нибудь? Ну, вот нет, мы только сейчас это все запускаем, разрабатываем, как раз вот, это тот момент, когда мы это начинаем. Подскажите, сейчас же можно записаться к врачу по ОМС через госуслуги. В чем ваше отличие? Ну, это как, это не первичный, наш сервис, это уже более вторичная история, но плюс, это намного удобнее, чем госуслуги. Ну, то есть, если вы попробуете воспользоваться платформой «Мое здоровье», и сравните это с интерфейсом, который совершенно не юзер-френдли у госуслуг, то вы поймете просто. Плюс, это будет в приложении, ну, то есть, это удобно, когда ты в два клика можешь записаться к врачу, тебе не нужно в 8 утра вставать там, звонить. А вы официальный сервис? Да, сейчас, ну, вот последние этапы, мы получаем статусную систему, то есть, это официально, ну, Министерство здравоохранения, Министерство связи дают такую возможность. Окей, спасибо. Так, Ирина, да, вопрос, а на чем вы зарабатываете? Вот, наша модель, мы не зарабатываем на пользователях, то есть, пользователи, ну, они не платят никакие деньги. Мы зарабатываем на как раз вот этому. На фармкомпаниях? Да. Коллеги с гипотезой, что зарабатывают на фармкомпаниях. Да, а фармкомпания платит за что? За пользователя, за, я не знаю. Да, я просто как раз там рассказывала, тоже это вкрасно, поскольку в 3 минуты тяжело уложиться, за действие, допустим, за переход, ну, мы в программе рекомендуем определенный препарат различными способами, за действие, она переходит, допустим, в онлайн-аптеку, в онлайн-бронирование, либо на страницу препарата. То есть, ну, это может быть какие-то касания, да, то есть, мы обсуждаем, какие вообще были бы интересные действия фармкомпании, то есть, опять же таки, узнаем все инсайты, и дальше уже совместно выбираем, за какие действия происходит оплата. То есть, это не то, что за показы, вы заплатили 100 тысяч, 10 тысяч показали, нет, это не так, это считается все, ну, чисто цифры. Спасибо. Окей, есть ли еще вопросы, или это все? Спасибо большое, Оксана. Спасибо. Друзья, сейчас мы закончили нашу питч-сессию, и приступаем к кульминации. Я попрошу всех коллег, всех сегодняшних участников из проектов присоединиться к нам на сцену. Мы не успели убрать диваны, но не смущайтесь, можно встать на сцене и по краешку. Мы хотели бы, с одной стороны, а, вручить вам небольшие памятные подарки, сделать фотографию, а коллег из Байера, вот, Настя Клятвина обещала, что коллегам нужно там 2-3 минуты для принятия решения там неких next steps с точки зрения взаимодействия о том, кто из проектов наиболее интересен компании в качестве там ближайшего сотрудничества. Поэтому, с одной стороны, да, спасибо всем участникам. подарки на память от коллег из Байер и от Фри. И после 2-х минут обсуждения финальное решение от Байера. Может быть, кто-то из коллег от Байера, пока у нас, пока у вас происходит обсуждение, будет готов дать небольшие комментарии, обратную связь, может быть, коллеги из членов жюри, Алексей, вот, попрошу, наверное, тебя и коллег из инвесторов, пока коллег из Байера совещаются, может быть, дать какую-то обратную связь по итогам сегодняшних питчей, рекомендации нашим коллегам. Прошу. Да, ребят, собственно, всех хотел поблагодарить, было очень много интересных проектов, скажем так, работая с медицинскими проектами, я знаю, что те проблемы, которые вы решаете, они действительно есть, если там, не знаю, Байер не признается, что у них это есть, то на рынке есть, особенно там по поводу клинических исследований я хорошо погружался и знаю, что проблема есть интересная. по поводу того, как, скажем так, как вы подходите к решению этих задач, здесь я вам советую немножко все-таки еще поработать с обоснованием боли и оценки проблем, которые это может быть на рынке, ну то есть это не всем, это вот некоторым, когда вы должны понимать, какую ценность ваш проект несет с точки зрения денег, это либо заработок денег для фармы, например, для фармы, либо это экономия каких-то средств на чем-то и тогда вы четко будете понимать, сколько вы стоите на рынке, вот как ваш проект. Всем удачи, все было очень интересно, спасибо огромное. Спасибо большое, Алексей. Да, а есть ли у кого-то дополнительно из коллег, из тех, кто участвовал сегодня и был членом жюри, какие-то дополнительные комментарии, может быть, пояснения, я знаю, были коллеги из Тилтеха и других фондов, кто хотел бы еще из членов жюри высказаться, пока коллеги из Байера продолжают шептаться, а мы тянем это прекрасное время. Коллеги, мы вас уже очень ждем, как это, Золушка уже теряет туфельку, а две минуты давно прошли. Друзья, есть ли те, кто хотел дать комментарии, еще может быть из стартапа, а есть? Тут не то, что мы, наверное, не то, что комментарии хотим дать, у нас есть небольшой новый сервис, который меня попросили прорекламировать на правах печенек, сервис называется 25-й час, фактически это сервис удаленных помощников, который снимает с вас рутинные задачи на какое-то время, это составляет как-то план для блога, работать с опытами на вакансии, собирать данные о конкурентах, подбирать подходящих исполнителей задачи и так далее, и так далее. Мы дарим его как приз зрительских симпатий стартапу «Мое здоровье». Мне кажется, что, во-первых, помощники этого сервиса, им будет интересно собственно целых пять бесплатных часов выполнять ваши рутинные задачи. Никто, пожалуйста, дальше там по линии не обижайтесь. Вот. И желаем вам удачи. Ну, как бы, как тема нашего мероприятия. Будьте здоровы. И всем спасибо, что пришли, кстати, друзья. Мы ждем от вас дополнительных комментариев тех коллег, которые… Ага, вы готовы. Супер. Супер. Так. Тогда прошу микрофон Анастасии дать. И Анастасия тогда озвучивает общее мнение. И также мы дадим обратную связь от коллег нашего сегодняшнего жюри из Байера. Анастасия, прошу вас. Я бы хотела сказать, что вообще в G4A у нас набор идет еще до 25 февраля включительно, поэтому даже тех, кого мы не назовем, и те, кто не попал на пичсэч, еще могут побороться за то, чтобы попасть в наш акселератор, который стартует в марте. Запоминайте, до 25 февраля вы еще можете подать заявки через фри. В принципе, ссылки везде есть и у фри, и у нас. Итак, в шорт-лист в G4A мы бы хотели пригласить компанию MedBot, BioGenome, Enrollme и Мое Здоровье. Спасибо. Спасибо большое. И хотелось бы комментарии от коллег из Байера. Вас сегодня было много. Пожалуйста, Григорий, Ирина, скажите вашу обратную связь, да, нашим уважаемым участникам? Я, наверное, начну, просто быстро скажу по направлению сельского хозяйства. Анатолий, ну, именно в Grands for Apps наверное нет смысла вашему проекту. Какое-то личное общение у нас может быть, то есть какие-то возможно сможем помочь, ну, по крайней мере, советами или, может быть, какими-то контактами, чтобы выйти непосредственно на производителей и там как-то попробовать. Просто у нас в команде, в принципе, экспертов, которые могут вот правильно оценить вашу технологию, ну, в данный момент нет, да, вот, а так, ну, я не сказал, что нет, я говорю, надо, чтобы вы показали, чтобы вы заинтересовали, потому что мы не сами для себя работаем, мы работаем для нашего клиента, а наш клиент это сельхозпроизводитель. Если вы заинтересуетесь конкретного сельхозпроизводителя, мы будем, как сказать, как фасилитировать тому, чтобы, там, может быть, вы тоже, ну, не могу ничего обещать конкретного, но поскольку это не совсем наш профиль профессиональной деятельности, но если вы заинтересуете клиента, то, может, какую-то помощь мы тоже сможем оказать. Спасибо большое, Денис, Ирина, Григорий, вы сегодня были очень активны, да, и вот, да, еще микрофончик. Я хотела бы дать как раз по вот этому агро-единственному стартапу, я хотя не очень много понимаю в земледелии, но мне просто очень подкупило, как много науки, ваши идеи, поэтому я лично вам поставила пятерку, и вот даже голосовала внутри за вас. Я думаю, что здесь, может быть, у вас наверняка есть много других интересных идей, и в целом для Байера, мне кажется, это вот прям такой хороший баланс именно науки и каких-то новых идей. это просто вам обратная связь, она риторинческая. Понимаю. Спасибо большое, Анатолий. И еще один, может быть, простой момент, я хотела сказать, вот тоже обратная связь, мое здоровье, у вас очень интересная идея, но мне кажется, вот как раз, чего мне у вас чуть-чуть не хватает, но я думаю, что у вас будет возможность это прокачать, как раз вот именно какую-то научную историю, вот чтобы там была как раз какая-то фишка, не только медийная, и такая вот коммерческая история была. Это все, наверное. Спасибо большое, коллеги. Кто еще? Ирина. Спасибо, во-первых, всем за интересные очень идеи. Я что хочу сказать, хоть я и говорила, что я скептически, конечно, отношусь к приложениям для пациентов, но я имела в виду, конечно, пожилых пациентов в первую очередь. Есть интересные идеи, и мое здоровье мне тоже очень понравилось, только тут вопрос будет монетизации, как это обсудить, за что платит фармкомпания, чтобы эта фармкомпания была так же выгодна. Еще пока очень сырое предложение. Мне тоже, кажется, можно тут будет поработать. Это медбот. Но так в целом уже по остальным, наверное, участникам коллеги скажут. Спасибо. Так, Григорий. Коллеги, спасибо за пичи. Зрительному залу спасибо тоже за участие большое. То, что мы отобрали четырех кандидатов, это только начало, потому что у нас первая фаза является оценкой заявок внутренними экспертами. Это порядка 60 человек делает. По сути, сегодняшний пич позволил вам перепрыгнуть только вот первую ступеньку. Поэтому все, кто, допустим, здесь в зале хотел подать, подавайтесь. Мы обязательно посмотрим, почитаем. Кто сегодня пичил, всего три минуты, дайте свои развернутые презентации. Это будет крайне интересно почитать, потому что мы все это изучаем. Для нас это очень полезная информация, наполненная инсайтами. Что очень приятно видеть, то, что в целом, мне кажется, мы как компания научились уже внутреннему диалогу. И вот сегодня, когда мы голосовали, за три минуты, мне кажется, мы все ткнули пальцем на одни команды. Так что мы вот кого отметили, очень рад. Давайте общаться, потому что, я думаю, это приведет к хорошим результатам. Спасибо, Григорий. Да, спасибо еще раз за выступление. Очень интересно, очень разностороннее. Хотел бы тоже отметить первую команду за, скажем так, уже зрелый подход, за международный опыт. Наверное, Байеру это тоже интересно. Вопрос только, как мы это можем состыковать. Что еще хотелось бы отметить? В общем, остальное, наверное, уже мои коллеги сказали. Мы практически единодушно указали на одни и те же команды. Это тоже приятно увидеть среди некий кворума внутри и понимание того, что мы, наверное, все-таки все правильно думаем и думаем туда, куда надо. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Кто-то еще хочет сказать? Вот ты из коллег из Байера. Тогда у меня есть предложение. Спасибо вам огромное, коллеги от ФРИ, за то, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо всем нашим зрителям, участникам за эту теплую атмосферу, которая у нас сохраняется и, надеюсь, так будет всегда. И у меня есть предложение коллегам из Байера сделать на память групповое фото с нашими сегодняшними участниками. Наша прекрасная Анечка делает это великолепно. Поэтому прошу всех на сцену для фотографий. Спасибо. 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 Ну и, как я обещала, пожалуйста, уважаемые стартапы, мучайте наших экспертов, как это делают все хорошие стартапы. Не выпускайте их, пока они не ответят на ваши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.